так ну что ж вас за эти предыдущие лекции уже научили как обращаться с перлом что это такое подводные камни какие-то вам рассказали вы уже даже попытались кто-то что-то делать и даже наверное большинство из вас сделал с этой лекции я начну рассказывать вам о том как же перл внедрять в массы как им пользоваться в каких больших проектах он может быть использован каким образом и почему сегодня я начну с такой важной темы как общение с внешним миром то есть сегодня мы рассмотрим как перл умеет работать с файлами то есть внешним миром я называю все то что за пределами перла работа с файлами это внешний мир потому что мы не знаем где они находятся они могут находиться как на локальном компьютере так и где-то вовне работа с внешним миром это также раз взаимодействие между процессами то есть когда у нас на одной машине запущено несколько процессов нужно иметь возможность как-то между ними общаться соответственно для каждого отдельного процесса все остальные являются внешним миром точно так же работа с внешним миром эта работа с другими серверами когда мы Мы ходим по сети к кому-то или кто-то ходит по сети к нам, мы не знаем, кто на той стороне, на каком языке написано это приложение, вообще что это приложение делает. Это просто внешний мир, они к нам приходят или мы ходим к ним. Ну и, соответственно, я не могу упустить такую тему, как сериализация, потому что когда мы общаемся по сети или с каким-то внешним приложением, которое написано вообще на другом языке, мы не можем передавать туда сырые данные. Нам их нужно запаковать в какой-то формат общепринятый, передать кому-то, кто-то из этого общепринятого формата распакует в свой внутренний языковый формат и будет с ним работать. Это называется сериализация-десериализация. Сегодня я тоже немножко про это расскажу. Начнем с работы с файлами. С файлами в Perl работает очень просто. Это практически прямой биндинг в C-шной библиотеке. То есть если вы работали с файлами из языка C, из языка Perl работать с файлами ни разу не сложнее. И очень похоже на это. Стоит отметить, что в Perl есть так называемое понятие файловый манипулятор. Это не файловый дескриптор, который есть в языке C, и не стоит их путать. Файловый дескриптор, он обозначается цифрой. Это просто дескриптор, в который мы можем что-то писать. В Perl же есть файловые манипуляторы. Там нет файловых дескрипторов. Файловый манипулятор — это некоторая прослойка над файловым дескриптором. Она еще что-то делает. Внутри эта прослойка работает уже с файловыми дескрипторами. Поэтому в Perl работа с файлами — это с файловыми манипуляторами. Если будете читать какую-то литературу, это вам пригодится. Соответственно, Perl каждый раз при запуске приложения из-под Perl, он открывает три файловых манипулятора. Это stdin, stdout и stdr. Они называются вот такими бривордами, прям внутри языка. То есть если вы пытаетесь что-то записать в stdout, оно попадет в стандартный вывод. Если вы что-то читаете из stdin, вы читаете это то, что вам пришло из стандартного входа. Соответственно, stdr — это манипулятор, в который мы пишем сообщения о варнингах, ошибках и прочем. Вот я на первой лекции вам рассказывал, показывал конструкцию, где мы читаем из стандартного ввода, это две угловые скобочки, оператор ромбик так называемый. Это то же самое, что две угловые скобочки, внутри которых написано stdin. Это просто упрощение такое, чтобы стало понятно, как это работает. То есть вот эти бриворды — это и есть файловые дескрипторы. Из них можно читать, в них можно писать, с ними можно производить какие-либо действия, которые можно производить с файлами. В перле есть такая нехорошая вещь, как старое наследие — это вот эти бриворды, которые обозначают файловые манипуляторы. Сейчас не принято так писать, то есть вот эти stdin, stdout, stdr стандартные, они остались только для обратной совместимости. В данный же момент, когда мы оперируем с файлами-манипуляторами, мы заводим обычный скаляр. То есть мы пишем my$, дальше пишем нормальное обозначение, какое вы хотите, заводите любую переменную, и ее уже обозначаете как файловый манипулятор. То есть ее можно уже передавать в open, в readline и так далее, во все функции, которые работают с файлами. И правилом хорошего тона является сейчас писать файловые манипуляторы именно как my переменные. Соответственно, когда мы открываем какой-то файл, то есть вызываем функцию open, мы хотим там прочитать или записать что-то, открытие, вернее ошибка при открытии такого файла не является в перле фатальной. Мы, допустим, пытаемся открыть на чтение какой-то файл, которого не существует. Функция open отработает без какого-либо исключения. То есть он скажет, окей, я не смог открыть, но окей, давайте делать что-то дальше. Если вы хотите перехватывать эти ошибки и понимать, что у вас не получилось это сделать, нужно смотреть, что возвращает функция open. Она возвращает единицу в том случае, если удалось открыть файл, и 0, если не удалось открыть файл. Если не удалось открыть файл, ошибка о том, почему не удалось, будет записана в специальную переменную $. Это то, что вы читали в Perl в варах, должны были прочитать. Соответственно, конструкция open or die, это тоже правило хорошего тона. Вы говорите open, открыть такой-то файл, на чтение написали все нужные параметры, дальше вы пишете or die, какое-то вменяемое сообщение, и конконтинируете его с $ восклицательным знаком. Таким образом, Perl при невозможности открыть какой-то файл, вам сразу скажет, файл невозможно открыть, потому что, например, его не существует, или потому что у вас не хватает прав. Поэтому вот такая конструкция правила хорошего тона. Запоминайте, на это я буду смотреть. И еще одним маленьким нюансом и правилом хорошего тона является функция close. Функция close говорит о том, что этот файловый манипулятор вам больше в программе нигде не понадобится, его можно закрыть, больше я к нему обращаться не буду. Теоретически, Perl сам закроет все файловые манипуляторы, когда программа завершится. Но это не очень хорошо, потому что ваша программа может работать очень долго, она может уходить в какие-то циклы, она может вообще никогда не завершиться, если это демон. Поэтому в каждый момент кода, когда вам файл уже больше не понадобится, вы точно уверены, нужно вызывать close. Это еще обусловлено тем, что каждый процесс не может открыть бесконечное множество файлов. У каждого процесса есть ограничение на количество открытых файлов. Если вы их попытаетесь открыть больше, чем разрешает вам операционная система, ваша программа просто свалится и скажет, много открытых файлов, следующие открыть не могу. Поэтому на close тоже обращайте внимание и не забывайте его никогда писать. Какие же есть режимы открытия файлов? Да, какие же есть режимы открытия файлов? мы можем открыть файл на чтение мы можем открыть файл на запись мы можем открыть файл на до запись мы можем открыть файл на записи чтения можем открыть за файл на чтение запись чем эти режимы отличается когда вы открываете файл на чтение вы из него можете только прочитать ничего записать у вас туда не получится если вы открываете файл только на запись вы мало того что сможете туда только писать это еще и значит то что вы затрете все то что было в этом файле раньше если вы хотите дописать в конец этого файла, вы должны открыть его на до запись. Это две стрелочки. То есть чтение это одна стрелочка в сторону файлового манипулятора, стрелочка вправо это запись, две стрелочки вправо это до запись, плюсик со стрелочкой вправо это запись плюс чтение. Он открывает файл, затирает все, что в нем было написано. Вы туда можете писать и в какой-то момент сможете прочитать, что вы туда записали. И чтение плюс запись не затирает то, что есть в этом файле, он открывает его, ставит указатель на начало файла. Если вы начали что-то писать, вы начнете перетирать то, что было написано в начале этого файла, но вы можете всегда по нему переместиться, что-то в нем прочитать и при надобности дописать. Эти режимы не стоит путать и стоит их задействовать именно в тех контекстах, которых вам нужно. Это очень часто исключает те ошибки, которые можно допустить, не подумав. То есть как бы, ну я открою здесь файл на запись, мне нужен только на запись. Вот вы его открыли и начали писать, а в какой-то момент программа модифицировалась или выросла таким образом, что вам нужно дописать. Вы запустив такую программу просто проверить, затрете все то, что было написано в этих файлах. Это могли быть какие-то важные данные. Поэтому никогда не используйте, не подумав, любой из этих режимов открытия. Всегда подумайте, что вам здесь надо и используйте его. Вот эти все режимы, они мапятся ровно в C-шные режимы, которые написаны в мануале fopen. То есть это read, read, write, write, write и append. Они точно такие же, как в сях. То есть если вы работали из сей, никакой проблемы у вас с этим не будет. Дальше пошли перловые тонкости. Когда вы открываете в перле какой-то файл, вы всегда должны понимать, как вы с этим файлом будете работать. Потому что если вы открываете файл в языке C, это значит, что вы подразумеваете, что там лежат бинарные данные, вы их будете вычитывать каким-то образом бинарным, даже если вы подумали, что там текст, все равно их будете вычитывать побайтово и как бы работать уже дальше внутри, как захотели. В перле же это совсем не так. В перле, когда вы открываете файл, вы можете указать прям кодировку, которая лежит в этом файле – 1-байтовую или 2-байтовую. Таким образом, если у вас в файле лежит многобайтовая кодировка, например 2-байтовый UTF или 4-байтовый UTF – неважно, вы сразу говорите, «Я хочу открыть с такой-то кодировкой файл». И он вам будет вычитывать не байтиками, а целыми символами. И сразу же на лету это конвертировать во внутренний уникод перла. Это иногда очень-очень удобно, вернее, не иногда, а практически всегда, когда вы работаете с текстовыми данными. То есть если вы подразумеваете, что у вас в файлике лежат текстовые данные, то есть, например, какая-то статья из Википедии или просто ваша статья, вы всегда должны указать кодировку, тогда у вас никогда не будет проблем, например, с использованием регулярных выражений. Потому что регулярные выражения, они, как вам рассказывали на прошлой лекции, они очень зависят от того, что лежит внутри строки. Если у строки нету UTF-ного байта, он будет с ней работать как с бинарной строкой. И если у вас там лежит русское слово «какой-нибудь привет» и не стоит на нем флага, то есть это просто последовательность байтов, вы никогда не найдете регулярным выражением там букву «П». Это нужно понимать, что когда вы открываете файл с указанием кодировки, вы сразу же получаете строки с флагом, на которых будут работать и регулярные выражения, и все сравнения, и сортировки. Соответственно, вот этот пример, который здесь указан, это простейший пример перекодировки файла из CP1251 в UTF. То есть мы открываем файл в CP, открываем файл с указанием кодировки UTF. Я прошу прощения, только у меня здесь режим перепутан, здесь стрелочка вправо. Вы открываете на чтение режим CP, на запись режим UTF, дальше читаете все строки построчно из файла, в котором написано в кодировке CP1251, тут же без всякой перекодировки просто записываете в открытый файл, в котором мы планируем сложить UTF. Закрываете два файловых дескриптора, после этого в этом файле у вас CP, в этом файле UTF. То есть Perl все действия по перекодировке сделает за вас сам. Когда вы сказали, что вы хотите файл писать через UTF, значит вы пишете туда в UTF, и не важно, что у вас здесь было. Дальше. Собственно, как мы читаем из файлового манипулятора. Так как я уже рассказывал на первой лекции, это две угловые скобочки оператор ромбик, который читает из стандартного ввода, то есть вот здесь из STDIN. Это вы читаете одну строчку из из STDIN. Если вы открыли какой-то другой файловый манипулятор, то есть это просто некий файл, лежащий на вашем сервере, вы можете прочитать, указав между угловыми скобочками имя вашего файлового манипулятора. Тогда Perl вычитает вам одну строчку из этого файла. Эта операция называется readline. Если же вы используете это в списковом контексте, вот этот оператор readline, он вам вычитает весь файл и сложит его в массив построчным. То есть, например, у вас в файле лежит 10 строк каких-то. Если вы вычитаете вот таким образом, то есть укажете, что вы в массив хотите присвоить все, что лежит в файле, у вас получится массив из 10 элементов, где в каждом элементе будет лежать одна строка. Вот это нужно использовать очень аккуратно и только понимать, когда вы это используете. Потому что, если, не дай бог, у вас там будет лежать несколько гигабайтный файл, вы там просто как бы всю память так… И программа упадет, скажет, что все, извините, больше памяти нет. Поэтому вот здесь вот такая запись, она позволительна только для каких-то, скажем, словарей, в которых вы уверены. Или, например, когда вы делаете обработку, что-то сами сложили в этот файл, через какой-то там промежуток времени вам нужно поднять это, вы сами поднимаете. Или другая часть программы поднимает этот файл, в который вы раньше что-то сложили. То есть, когда вы явно уверены, что вот здесь не будет лежать очень много. Соответственно, запись в файловый манипулятор делается простым способом. Это команда print. Print всегда пишет в какой-то файловый манипулятор. Если он не указан первым аргументом, значит, этот файловый манипулятор называется stdout. То есть, вы пишете в стандартный вывод. Соответственно, первая команда print.var, она в stdout напишет переменную $var, то есть, значение, которое там лежит. Если же вы первым параметром указали файловый манипулятор, вот эта переменная var будет записана внутрь этого файлового манипулятора. То есть, это может быть любой файл, который вы раньше открыли. Также print поддерживает передачу вместо файлового манипулятора Barry Ward, который изначально должен был быть объявлен как файловый манипулятор. То есть, к нему должна быть применена функция open. Вот эта запись, вы ее можете встретить где-то, можно ее не пугаться, но так не пишем никогда. Это старый синтаксис и поддерживается он только для обратной совместимости. А рассказываю я для того, чтобы вам было проще читать другие программы, потому что в большинстве старых модулей это все будет. Собственно, как можно еще поработать с файлами? Например, у вас есть программа, которая всегда при запуске читает кусок каких-то данных из файла. Чтобы не складывать эти данные в отдельный файлик вашей программы, вы можете сложить это непосредственно в свой модуль. То есть, вы пишете какую-то пмку, кучу перлового кода. Дальше за этой пмкой вы можете написать такую вот конструкцию. Подчеркивание, подчеркивание, дата, подчеркивание, подчеркивание. После вот этой конструкции вы можете писать любой убористый текст, который только захотите, с любыми символами, переводами, с чем угодно. В момент компиляции компилятор перла до вот этой даты все отрежет, и то, что было выше нее, он представит как перловый код. Все, что было ниже, он представит как файловый манипулятор дата, в котором лежат вот эти данные, записанные ниже. То есть, таким образом, если у вас есть некоторый шаблон, по которому вы выводите текст, вам не нужно его складывать в отдельный файлик и хранить рядом со своей программой. Вы можете, написав свою программу, шаблон для вывода написать дальше в этом же файлике ниже за конструкцией подчеркивания, подчеркивания дата. Это очень часто используется для таких программ, где есть шаблонизация. Например, вам нужно сгенерировать письмо пользователю. Письмо пользователю звучит примерно так. Здравствуй, дорогой, там, Вася Пупкин. Поздравляем тебя с днем рождения, бла-бла-бла и так далее. Тебе исполнилось столько-то лет. Чтобы вот этот текст убористый, который мы отправляем пользователю, не хранить где-то рядом отдельно и не бояться его потерять, вы можете его положить за пределами конструкции дата, а сам пакет будет работать с тем, что он будет доставать из базы имя пользователя, его возраст, еще что-то. То есть, сам модуль собирает данные, а шаблон, в который нужно запихнуть эти данные, лежит ниже в самом модуле. Это очень полезно и это очень часто используется. Соответственно, прочитать из этой даты можно вот таким образом. То есть, когда вы что-то хотите прочитать из этого файла в манипулятор, вы просто говорите readline, тут вы оказываете bariwork data. Собственно, дальше. Я уже немножко рассказал про то, как хорошо PEL работает с кодировками внутри файла и со строками в какой-то кодировке. Сейчас я расскажу вам про то, как работать с бинарными данными. Иногда случается так, что вам приходится в файлике хранить бинарные данные. Бинарные данные обычно чаще всего хранятся в тех случаях, когда текстовые данные занимают много места. Ну, например, у вас там есть таблица из 10 тысяч полей. Каждое поле может быть там одним килобайтом, а может быть двумя байтами и так далее. Вы не хотите хранить каждое поле по килобайту, вы хотите как-то это сжимать и придавать этому вид более сжатый, чтобы сам файл занимал меньше места. Вам приходится прибегать к бинарному чтению. Бинарное чтение — это сообщение Перлу о том, что вы собираетесь читать строго по байтам. Например, вы каждое поле хотите разделить символом с кодом 0.1. То есть это служебный код, который никак не показывается на экране. Он будет просто разделять ваши поля в этой табличке. Соответственно, вы бинмодом указываете, что теперь вы из файлового манипулятора FH будете читать по байтам, вне зависимости от того, что там лежит. Там лежат строки, там лежат не строки, чиселки и так далее. Соответственно, чтение не буферизированное можно делать командой sysread. Вы в команду sysread, это простой биндинг в сишную либу, указываете, откуда вам нужно прочитать, куда нужно сложить прочитанное и размер данных, которые вы хотите прочитать. Например, вы знаете, что вы хотите прочитать 10 байт. Вы читаете 10 байт, все 10 байт получаются в дата, дальше вы с этим датом можете как-нибудь там играться, смотреть, что вы там прочитали. Если вы хотите что-то записать в этот бинарный поток, вы можете вызвать команду syswrite. Это тоже не буферизированная запись. Соответственно, read это прямой биндинг в сишную либу, он буферизированный, и буфер этот лежит на уровне перла. Я сейчас немножко дальше расскажу, где эти буферы у перла хранятся и как их можно организовать. Но нужно понимать, что syswrite и sysread, они не буферизированы, то есть они обращаются напрямую в операционную систему и говорят, прочитай нам столько-то байт. И операционная система что-то отвечает. Когда мы вызываем команду read, она идет сначала в некий модуль перла, говорит, что нужно что-то прочитать. Этот модуль перла сам уже решает, сколько нужно вычитать у операционной системы, что-то читает, часть может вам отдать, а часть задержать у себя, например. Поэтому нужно понимать, что если вы хотите быть уверенным в том, что ваши данные попали на диск или в том, что вы точно эти данные прочитали из диска, а не где-то из каких-то кэшей промежуточных, вам нужно работать с командами sysread, syswrite. Все остальные команды, включая read, print и так далее, они работают с буферами, которые внутри перла. Соответственно, команда eoff, так же как всяк, она говорит о том, закончился этот файловый манипулятор или нет. То есть есть что вычитать еще из этого файлового манипулятора или там все закончилось, нам читать больше нечего. Собственно, пример, как мы можем работать с бинарными данными. Например, мы хотим записывать, а, ну вот тут еще один пример, как можно открыть. То есть вот здесь я указал, что вы можете явно на открытый файловый манипулятор вызывать binmod функцию и говорить, что теперь этот файловый манипулятор это бинарные данные. Либо вы при открытии можете сразу сказать перлу, что вы его открываете в binmod, то есть это row. При открытии вы говорите, читай оттуда сырые данные. Дальше указываете файлик. Вот, например, мы знаем, что у нас есть файл, в котором записи лежат по одному килобайту. То есть размер одной записи это один килобайт. Они фиксированного формата, неважно, что в них хранится. Мы хотим их читать бинарно и, например, мы хотим, ну да, мы хотим просто их прочитать бинарно, вывести MD5. Соответственно, программа будет очень простая. Мы объявляем размер читаемого блока, это 1024 байта. Мы говорим, что складываем, мы объявляем переменную дату, открываем непосредственно файловый манипулятор, проверяем, опять-таки, не случилась ли ошибка при открытии. Дальше, пока у нас не закончился этот файловый манипулятор, то есть пока там есть какие-то записи, мы из него читаем. Команда read, она буферизированная, нам здесь это абсолютно не важно. И тут же проверяем. Команда read, sysread и syswrite, они возвращают нам количество байт, которые им реально удалось вычитать. То есть мы, например, просим, прочитай нам 1024 байта из этого файлика. Он идет в этот файлик, операционная система говорит, прости, тут есть только 5 байт, больше нету. Соответственно, ошибки никакой не будет. Просто read вам сообщит, что он реально смог прочитать всего лишь 5 байт из попрошенных 1024. Поэтому после выполнения команды read очень правильно проверять, удалось ли нам вычитать все то, что мы попросили. То есть мы просим 1024 и проверяем. Если удалось вычитать все 1024, значит все нормально. Если не удалось, мы говорим, ой, тут неверный размер файла, видимо он битый, он неправильный, и дальше нам с ним работать смысла нет. То есть он оборвался, его потерли, там, не знаю, поломалось во время записи что-то. Соответственно, дальше программа просто считает, считает MD5 от вычитанных 1024 байт и печатает их в стандартный вывод. Чем такой подход хорош? Здесь я показал просто прямое чтение из файла, то есть мы читаем все блоки по 1024 килобайта, считаем от них MD5 и показываем. Представим себе такую ситуацию, что в этом файле у нас лежит, например, там, гигабайт 20 данных. Ну, то есть довольно большой объем. И нам нужно получить из него 18 тысяч какую-то строку. Чтобы не читать все 18 тысяч строк до этого, зная точный размер файла, мы можем всегда сказать, перемести теперь указатель в этом файле на 18 тысяч сколько-то умноженное на 1024 и вычитать оттуда теперь 1024 байта. То есть этот прием, наверное, вам знаком, если знаком. Ну, вы, наверное, всяк должны были таким увлекаться и страдать. То есть обычно вот таким способом делают все базы данных типа MDF. То есть база данных MDF, она хранит ровно в таком формате. У нее все поля фиксированного формата, все строки. Соответственно, вы всегда можете переместиться на нужную вам строку, ее вычитать, и вам не надо читать весь файл, даже если он очень большой. В этом прелесть открытия в бинарном виде. Потому что если вы забудете вот этот бинарный вид и скажете, прочитай-ка мне теперь 1024 байтика, там, бла-бла-бла, потом прочитаете какую-то одну строку, ну, например, угловыми скобочками, и первым он возьмет и вычитает строку до следующего переноса. А он, может быть, фиг знает где. И тут произойдет небольшая беда. Неожиданно у вас указатель переместится в непонятное место, вы собьетесь, и дальше ничего не сможете толком прочитать. Собственно, вот такими командами SIG и TEL мы организуем переход, перенос курсора внутри файла. Когда мы хотим в этом файловом манипуляторе переместить курсор на какую-то длину, там, вперед-назад от текущего размера, от начала или от конца, мы вызываем команду SIG. Первый — это файловый манипулятор, вторая — это количество байт, насколько надо сместиться влево или вправо, он поддерживает и отрицательные числа здесь. И type — это тип, откуда нам надо смещаться. Type 1 — это сместиться от начала... Type 0 — это сместиться от начала файла, type 1 сместиться от конца файла, и type 2 — это сместиться от того места, где вы находитесь сейчас. То есть каждый раз, когда вы что-то прочитали из файла, операционная система запоминает, в каком месте вы остановили чтение с этого файла. И вы можете переместиться именно с этого места, где вы сейчас находитесь. Например, вы вычитали ваш килобайт данных, как-то его распарсили, потом вам нужно еще раз его прочитать, например, или переместиться в начало этой записи и ее затереть другими данными. Вы всегда можете сказать, сместись ко мне на 1024 символа от текущего места. Тогда операционная система переместит вас на 1024 байта влево, вы можете сделать спокойненько в write туда и перетереть старую запись новой. Команда tell сообщает вам, на какой позиции в данный момент в этом файловом манипуляторе вы находитесь. Например, вы читаете, 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 в какой-то момент вы поняли, что вы дочитали, куда вам надо, или у вас произошла какая-то ошибка. Ну, в общем, что-то в программе произошло такое, где вам нужно знать место, на котором вы остановили чтение файла. Вы всегда можете спросить tell. Вам скажут, вы находитесь там на 1 миллион, сколько-то байт там от начала. Вы говорите, окей, там формируете либо ошибку о том, что вы сломались на таком-то байте, либо информируете о том, что вы до этого байта дочитали, или у вас все хорошо, ну и так далее. То есть с этим можно делать все, что угодно. Можно также запоминать позицию, где вы находитесь сейчас, потом переместиться назад, вперед, вычитать что-то другое и вернуться туда же. Ну, например, программа бывает разная, иногда приходится по-разному это использовать. Как мы умеем работать еще с файлами? То есть кроме того, что мы умеем читать файлы из перла, записывать файлы, все это хорошо, мы еще умеем проверять. То есть понимать, можем ли мы открыть этот файл на чтение, можем ли мы открыть этот файл на запись и так далее. Это все является правилом хорошего тона перед тем, как вы открыли файл. То есть перед тем, как вы вызвали функцию open, вам лучше бы проверить, сможете ли вы это сделать. То есть опираться на эксепшены внутри своего приложения, это не очень хорошо, особенно в перле, потому что в перле нет нормальных эксепшенов и их обработки. Поэтому перед тем, как открыть файл, вы должны точно убедиться, что файл существует, у вас есть привилегии для того, чтобы открыть его на чтение, например. Если вы будете читать, вы должны убедиться, что он не нулевой длины, например, то, что вы не откроете и сразу не упадете, потому что там ничего нет и так далее. Все это позволяет делать операторы, начинающие с дефиса. Выглядит это немножко странно и может сбить с толку. Но в конструкции условия, то есть вы пишете прям так, минус е, имя файла. Это обозначает, что, первое, проверить, что такой файл вообще существует. То есть вот эти операторы минус е, минус r, минус z и все остальные здесь перечисленные, это прям условия. То есть это некоторые функции, которые проверяют, доступен ли нам файл сейчас для чтения, для записи, вообще есть ли он на диске и не нулевой, ли он длины. Вот такая запись, она является самой идеальной, которая только может быть. За исключением того, что здесь, возможно, стоило бы написать о дай. Вот о дай в этом месте можно писать только в том случае, когда вы уверены, что вы сделали не все проверки. Но если вы делаете все проверки, которые только возможны, о дай здесь бессмысленный, потому что он не отработает никогда. То есть теоретически открытие файла внутри опена, вот эти, практически все вот эти проверки, они уже делаются. То есть когда вы говорите открыть файл на чтение, сначала перл проверит действительно, есть ли он на диске, доступны ли права для того, чтобы открыть его на чтение и прочее, 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 за исключением вот этого флага минус z. То есть перлу абсолютно все равно нулевой длины или не нулевой. Здесь вы можете еще проверить, что он не нулевой длины. То есть вы открываете файл на чтение, значит, вы ожидаете что-то оттуда прочитать. Файлы с нулевой длиной, значит, вам подсунули что-то неправильное. Можно сразу упасть и выдать нормальное сообщение пользователю о том, почему программа завершилась, не отработав. То есть сказать, ты мне подсунул данные, которых нету. Я не буду дальше работать, потому что я не понимаю, как с этим быть. Если же вы не используете этих проверок, вы будете пытаться открыть пустой файл, перл будет говорить, да, отлично, я открыл, вы начинаете читать, программа ничего не прочитала, соответственно, какой-нибудь там вот такой вайл вам сразу вернул, что EOF, потому что ничего не надо. Мы не попали внутри вайла, закрыли сразу файл, программа завершилась. Никто не знает, почему. То есть мы ее запустили, она тут же завершилась, без всяких exception, все хорошо, а ничего не сделало. Почему? Непонятно. Собственно, чтобы таких ситуаций не было, лучше проверять вот этими ключиками, что же у нас с этим файлом до того, как мы его открыли. Собственно, еще мы можем файлик переименовать, мы можем его удалить, мы можем его очистить, мы можем посмотреть информацию по этому файлу или модифицировать время последнего доступа к этому файлу. То есть stat и utime – это две противоположные функции. Stat возвращает вам данные о том, когда файл последний раз модифицировался, когда он был создан, его размер, бла-бла-бла и прочее. Utime вы можете модифицировать любое время. Время доступа, время создания, время записи и прочее, прочее. Время открытия вернее. И другие. Опять-таки, utime, он зависит от операционной системы, потому что не каждая операционная система хранит в себе все время, которое можно себе представить. Какие-то операционки хранят в себе время последнего доступа на чтение, время последнего доступа на запись, время, когда был создан файл, время, когда с него что-то читали, когда его закрывали, то есть множество всяких параметров. Обычно там хранится три время, в некоторых случаях два. Собственно, что мы можем делать в Perla еще? В Perla мы можем работать с директориями, не только с файлами, но и с директориями. Мы можем их создавать, мы можем их удалять, мы можем Perla говорить о том, что мы теперь хотим свой рабочий каталог поменять на другой. Соответственно, изначально рабочий каталог Perla — это тот каталог, из которого вы запустили свой бинарник. То есть, когда вы запустили свой перловый скрипт, Perl находится в той директории, откуда он был запущен. Если вы открываете файлы не по полному пути, а по относительному, он будет искать файл относительно того пути, где он был запущен. В каких-то случаях, например, когда вы пишете приложением, которое не должно зависеть от того места, где оно было запущено, вы можете поступить двумя способами. Первый способ — это всегда передавать полные пути. Это тоже не очень хороший способ, потому что, когда вы передаете полные пути, вы всегда завязываетесь на какие-то системные директории, которые вы считаете якобы есть в вашей системе. Ну, например, там TMP или VAR или еще какая-то система, или еще какая-то директория. Но вдруг случится так, что этой директории в принципе нет. Ну, то есть так администратор настроил вашу операционку, что там нет директории TMP, а есть только VAR TMP, допустим. Соответственно, ваша программа с полными путями, которая ходит в TMP, она просто упадет, либо не сможет ничего сделать, потому что нет такой директории. Поэтому иногда лучше все-таки, вернее, как правило, лучше использовать относительные пути того места, где вы запущены. А лучше еще определять, в каком месте вы были запущены, чтобы выйти на несколько директорий там выше или зайти на несколько директорий глубже, чтобы уже относительно этого пути вы нормально работали. Например, вы сделали приложение, в котором есть стандартный набор папок. Это BIN, то, где ваш лежит бинарник перловый. У вас есть папочка DATA, в котором лежат некоторые данные, которые вы хотите читать или как-то обрабатывать. У вас есть папочка LIP, в которой лежат модули, которые вы написали для вашего приложения и так далее. Вы всегда знаете, что вам нужно ходить в DATA, но вы никогда не знаете, как будет запущена ваша программа. Вашу программу могли запустить, например, так. Написать перл, пробел, bin, слэш, название вашего пельника, точка PL, находясь в корне вашего приложения. Тогда у вас рабочая директория будет это корень приложения. Кто-то мог зайти в папочку BIN и оттуда уже запустить ваше приложение. Тогда директория, откуда была запущена, и рабочая директория перла будет папочка BIN и так далее. Если вы будете использовать относительные пути в виде двоеточия слэш дата, вы всегда будете подразумевать, что вас должны запускать из папочки BIN. ваше приложение. Но это может быть и не так. Никто не запрещает запускать его по-другому. Поэтому вы всегда можете посмотреть директорию, там дальше у меня где-то модуль, который позволяет посмотреть ту директорию, где лежит ваш бинарник, относительно этой директории построить путь к папочке DATA, сделать changedir на эту папочку и уже спокойно работать с вашими файлами. По относительным путям и все будет работать хорошо. Никогда вы не встретитесь с ситуацией, что вдруг что-то пошло не так. Ну и одна из самых полезных функций это make pass. Make pass позволяет создавать сразу группу директорий. Например, вам нужно создать вот такой путь full pass to dir, где каждая часть это директории и у вас нет ни одного из них в операционной системе. Обычный mkdir просто упадет. Он скажет нету full, поэтому я не могу ничего больше создать там и папочку dir в конце концов. Make pass вам сначала создаст full, потом pass, потом to, потом dir уже внутри. Соответственно, у него есть набор параметров, где вы можете указать, кто будет являться овнером этих всех папок вложенных и какие права на доступ к этим папкам будут. Собственно, прочитать из директории можно такими же функциями, как и из файла. Это open dir. Вы можете сделать while, только здесь не readline, а readdir. Вы также можете сделать close dir, вы можете сделать seek dir или tell dir. Соответственно, это точно такие же функции, как и при работе с файлами. Open dir вам открывает папку, которую вы указали. Read dir читает последовательно все файлы, находящиеся в этой папке и другие папки, которые там есть. Tell dir сообщает вам позицию, где вы сейчас находитесь внутри этого каталога, чтобы можно было вернуться, например, на эту позицию. Seek dir позволяет вам переместиться на какую-то позицию в этой директории. И readdir опять-таки позволяет прочитать, что там есть еще. Close dir говорит, что больше мы с этой директорией работать не будем. Собственно, этот файлик позволяет нам, вернее, да, вот этот пример позволяет нам найти в директории имя файла под названием data.bin, перейти к, да, если мы его нашли, мы переходим к нему выше и продолжаем вторую итерацию. Ну, то есть, например, нам нужно вывести все, что у нас есть в этой папке, плюс вывести все, что есть в этой папке после какого-то файлика. Ну, это гипотетическая задача. Она иногда тоже встречается. И встречается она очень часто, когда нам дважды нужно вычитывать какие-то данные. Например, у нас есть большие файлы. Для обработки их вы не можете их всех хранить одновременно в памяти. Вам нужно их дважды перечитывать. Соответственно, вы идете по всей папке, доходите до какой-то контрольной точки. Вы знаете, что с этого места у вас уже начинаются файлы, которые содержат там какие-нибудь вещи уже для агрегации, а не просто для вычитки. Поэтому вы читаете их, потом возвращаетесь к этому месту, перечитываете еще раз, чтобы сделать вторую итерацию этих сферок, к примеру. Такая программа это позволит сделать. То есть вы его нашли один раз, вычитали всю директорию, потом вернулись к ней и еще раз дочитали, начиная уже с этого файлика до конца. Собственно, теперь расскажу немножечко про буфера, который я хотел, который я уже упоминал. У Perla есть, то есть почему он использует файловые манипуляторы, не файловые дескрипторы. Есть так называемая система Perl.io. Эта система, это настройка над файловыми дескрипторами. То есть, когда вы говорите открыть какой-то файловый манипулятор, Perl внутри себя проходит по всем Perl.io слоям. Perl.io слои, это такой слоеный пирог большой. Он проходит через них все, и в конце концов он может позвать функцию, которая открывает файловый уже дескриптор непосредственно в файловой системе. И дальше у него на этих слоях могут быть разные вещи. Например, какие-то буфера хранятся, он может делать какие-то преобразования прямо на лету, делать еще какие-то вещи. То есть, он может от операционной, от того, что ему выдала операционная система, до того, что он выдаст вам в непосредственную вашу программу, сделать много разных действий. Это было сделано по простой причине, и это очень хорошо работает, потому что мы в Perl.io, как правило, так как это консольный язык, который славился с однострочниками, читали всегда целую строчку целиком. И использовать системные вызовы для чтения, скажем, небольшой строчки в 20-30 байт, это очень дорого и затратно по отношению к системе. Потому что вы говорите, прочитайте мне 10 байт, но операционная система и буфер самого диска, он не может вам прочитать 10 байт, в принципе не может. Он читает целым блоком с диска. Соответственно, он все равно прочитает килобайт, выберет оттуда ваши 10 байт и вам их вернет. Вы скажете, прочитайте следующие 10 байт. Это значит, операционной системе придется пойти прочитать тот же самый блок, выбрать следующие 10 байт и вам их вернуть. И пока вы вычитаете этот килобайт, который лежит в блоке, или там, не знаю, если у вас блоки 10-килобайтные, вы сделаете кучу итераций и кучу обращений к диску, что совсем затратно. Чтобы этого не было, в Perl.io придумали хорошую вещь, это Perl.io, это слои. Вот, например, слой под названием Perl.io, это как раз есть буферизация. Когда вы зовете оператор ромбик, то есть readline, Perl идет в операционную систему и говорит, отдай мне размер целого блока на диске, который начинается в этом файловом дескрипторе. Операционная система ему отдает килобайт, 10 килобайт, в зависимости от того, какой размер у вас диска на винчестере размечен и сколько позволяет само железо вам отдать. Дальше Perl. Все это UCI буферизирует, оставляет эту строчку и отдает вам маленькую часть, которую вы попросили до первого переноса строки. В следующий раз, когда вы говорите прочитай следующую строку, он на диск вообще не полезет. Он остановится на вот этом слое Perl.io и ниже он не пройдет. Соответственно, он просто из текущего буфера выберет вам следующую последовательность до переноса и вам ее отдаст. Это очень сильно экономит время. Дальше я покажу, у меня тут есть небольшие тестики, которые я специально провел. Perl.io Соответственно, есть такие слои, как crlf, это преобразование перевода строк, то есть, когда вы открываете файл и не знаете, в какой операционной системе он записывался, у вас там могут быть абсолютно разные переводы строк. Например, macOS в конце строки делает слэш-р. Unix системы пишут слэш-н, как перевод строки. Windows системы пишут слэш-р, слэш-н на все случаи жизни, чтобы везде работало. И когда вы работаете из Perl, вы можете случайно вычитать там вот эти слэш-р, слэш-н, не ожидая их. Чтобы этого не случалось, есть такой слой под названием crlf. Вы можете его указать и Perl тогда всегда, вне зависимости от того, что записано в файле, будет вам отдавать тот перевод строки в зависимости от того, под какой операционной системой запущена ваша программа. То есть, она будет работать на любых операционках и отдавать вам именно тот перенос строки, который нужен для этой операционки. Соответственно, UTF для работы с UTF-ными файликами это когда он байтики преобразовывает символы. Если вы говорите, я хочу прочитать там 5 символов, он вам отдаст именно 5 символов, а не 5 байт. Энкодинг я уже раньше показывал, когда вы указываете явно кодировку, которую вы хотите читать. Bites — это работа с однобайтовыми кодировками. Row — это binmod, про который я уже рассказывал. Ну и есть такой слой под названием pop. pop — это хитрая вещь, которая не делает ничего, кроме того, что выкидывает из вот этого слоеного пирога верхний слой самый. Ну то есть вы там, как сказали, открыли файловый манипулятор, сказали, что у него там будет куча разных слоев, еще свой слой какой-то придумали, написали, поработали-поработали с файлом, потом поняли, что вам верхних сколько-то слоев уже не надо. Ну то есть вы будете работать с небуферизированным там вводом-выводом и так далее, вы просто вызываете pop, он верхний слой раз и снес с этого файл-хэндла, еще раз pop вызвали, еще один слой снес и так далее. То есть это не слой на самом деле, это просто макрос для того, чтобы убрать верхний слой. Вот я написал программку, простую, которая ничего не делает, кроме как читает файлик. Все строки из файлика обычным readline-ом, то есть построчным. Взял большой файл текстовый, прочитал его, посчитал, сколько строк у меня в этом файле, в конце распечатал, что я использовал вот такие-то слои у меня были в программе, работали они вот такое время, то есть начиная от старта моей программы до финиша моей программы. Вот что я получил. У меня был файлик, в котором лежало почти 3 миллиона строк со слоями unix и perla.io, то есть perla.io, это как раз вот этот буфер. Я успел его прочитать за 0,41 секунды. То есть это примерно полсекунды у меня ушло на то, чтобы вычитать 3 миллиона строк. Когда я сказал использовать layer только std.io, это fread, fwrite, который буферизируется на уровне сишной либо он буферизируется немножко хуже, но тоже буферизируется, я уже читал 3 секунды. То есть у меня было уже больше обращения к диску, потому что там буферы не привязаны к операционке, они привязаны именно к глипси. И когда я сказал, что unix, это прям прямые обращения к диску, всегда я, программа ходила на диск, у меня ушло 33 секунды на то, чтобы вычитать посрочно этот файлик. То есть вот примерно такой прирост производительности дают нам Perl.io. Это очень полезная вещь. Более того, эта полезная вещь дает нам возможность сделать вот такие вещи. Например, у нас есть слой под названием VIA. Слой под названием VIA это универсальный интерфейс для того, чтобы вы сами могли написать любой новый слой, который вы захотите. Например, у вас есть файл в Gzip, то есть это большой архив, и вы не хотите его разворачивать, чтобы что-то из него прочитать и потом удалять то, что вы развернули. Вы можете всегда использовать Perl.via.gzip, уже есть на Cipane такой модуль. Вы можете открыть его на запись, вы можете открыть его на чтение, вы можете туда что-то записать, что-то прочитать, и когда вы будете читать, вы на лету будете получать разархивированный кусочек данных. То есть вы открываете прям Gzip файл и говорите прочитайте строку, и он вам отдаст уже раскодированную строчку, именно строчку, то есть не те бинарные данные, которые лежат в архиве. Соответственно, когда вы попытаетесь туда дописать что-то свое, он на лету это загзипит и допишет в Gzip файл, который будет являться валидным. Это очень полезные вещи, потому что, когда вы работаете с большими архивами, каждый раз их разжимать, чтобы прочитать кусочек маленьких файлов и удалять, это вообще как бы неправильно, и очень дорого по системным всем требованиям и прочим, и прочим. Поэтому такие Perl.via они очень полезны. Также хочу заметить, что на Cipane уже, наверное, Perl.via чего-то написано такое количество, что свое писать, как правило, не приходится. И сразу открою секрет, что домашнее задание будет связано с вот этим как раз Perl.via и я долго искал, что же такое придумать, чего нету еще на Cipane. Поэтому когда у вас становится проблема о том, что вам нужно читать какой-то хитрый файл и на лету его перекодировать, рекомендую, идете на Cipane и вы сразу находите решение, которое вам надо. Там есть все возможные сжатия-разжатия, там есть чтение JSON, XML и прочие ерунды. То есть у вас может быть файлик, в каждой строке какой-то валидный JSON, валидная JSON-строка, вы говорите прочитайте строчечку, а он вам на выход прямо отдает уже распаршенную JSON-строку без всех обрамлений и всего остального. Точно так же вы пишете, вы отдаете структуру, он сразу пишет это в JSON-ы. В общем, модуль очень полезный. Более того, есть еще более хитрые модули, которые позволяют работать с Perl с файловыми дескрипторами, не открывая файловую операционную слои, которые работают с файлами, находящимися в памяти. Это так называемые временные файлы. Вот вам нужно в вашей программе открыть временный файл, туда что-то записать, может быть, что-то прочитать, как-то манипулировать с ним. Чтобы это не делать с диском, потому что это дорого, тяжело и долго, можно использовать Perl Via TMP, по-моему, или TMP-файл он называется, который, вы говорите Open, на самом деле он вообще не доходит до файловой системы, он просто выделяет какую-то область в памяти и дает вам возможность работать с вот этой областью памяти как с файлом. Вы можете в эту область памяти что-то писать, читать из нее и так далее и внутри программы считать, что вы работаете с файлом. Таким образом, когда вы запустите эту программу в среде, где у вас не хватает памяти, вы всегда этот слой просто выкидываете, говорите, не используйте этот слой, ваша программа продолжает работать, но она уже будет работать с файлом. То есть это очень полезные вещи. Стоит на них обратить внимание. Дальше очень важный момент это взаимодействие процессов. То есть как работать с файлами мы уже разобрались, дальше подумаем, как мы можем взаимодействовать между процессами. Взаимодействие между процессами это очень важная вещь, потому что когда вы пишете приложение, которое будет работать не в один процесс, а оно будет параллелиться там скажем на 10 потоков, на 15 потоков, то есть у вас большое распределенное вычисление. Вы должны понимать, закончился какой-то процесс, не закончился, в каком он состоянии, сколько ему еще там считать допустим. Ну то есть проверять, что происходит в данный момент с процессами. Тут приходит на помощь как раз взаимодействие между процессами. Самое простое взаимодействие это мы можем в бэктиках написать любую команду, которую может исполнить ваша операционная система. тогда мы на выход получим все то, что эта программа распечатала в стадоут. То есть мы перехватим весь стадоут, сложим ее в переменную. Программа выполнится, мы получим управление дальше в перл. Вот этот вызов является блокирующим. Ровно точно так же вы можете использовать бэктики в списковом контексте. Тогда вы получите массив из строк, которые попали в стадоут. То есть не одну большое полотнище, а каждая строчка разбита в своем индексе лежит. Очень полезно. Допустим, ls-l вам как раз в out положит каждый файл по отдельности. У вас будет массив, в котором будет лежать каждый файл. То есть если вы дальше захотите с этим как-то поработать, это гораздо удобнее, чем сохранять в одну большую текстовую переменную и как-то ее парсить. Вы можете вызвать просто команду system. Команда system, она выполнит что-то, что может делать ваша система, и никуда никакого результата вам не вернет. Вы можете только понять, она успешно завершилась или не успешна. Весь stdout, stdr, все, что там было, оно все просто пропадет в нигде. Такой способ используется, когда вы хотите, например, что-нибудь перекодировать. Вы запускаете перекодировщик, ему на вход подаете имя файла, которое надо перекодировать, и на выходе вы получаете еще один файл, который уже перекодированный. Вам не важно, что программа напишет в stdout, скорее всего, такие программы вообще туда ничего не пишут. И дабы в Perl не создавать лишних переменных, не заставлять Perl подумать о том, что надо бы перехватить stdout и куда-то сложить, мы можем просто вызвать систем, он будет работать быстрее в этом случае. Ну и последний, довольно распространенный случай, это можно открыть вот таким образом файловый манипулятор out, ему сказать, что у нас режим открытия это pipe, то есть мы будем что-то читать или писать через pipe с этой программой, в данном случае это чтение, то есть defice это программа, которая запущена, pipe, и дальше это нам придет из этой трубы. И мы вызываем программу ls с параметром l. Таким образом, Perl выполнит вот это все, и результат stdout, он сложит в некий свой буфер, который вам недоступен в прямом виде, но вы оттуда можете посредством readline, ну да, readline читать все, что там было когда-то. То есть, например, вы вызываете программу, которая просто вам сложит много-много данных, или, например, вы хотите открыть программу, которой вы будете отдавать какие-то данные, то есть, допустим, потоковая программа, которая что-нибудь считает на лету, например, тот же md5. вы открываете его на пайп на запись и начинаете из перла принтами в этот пайп что-то писать. Он делает какие-то действия, например, пишет файл или делает, ну, то есть, что угодно. Это очень полезно, когда вы хотите к программе обратиться не один раз. То есть, например, вы туда что-то записали, не закрывая пайп, еще можете записать, еще можете записать, через какое-то время сделав что-то в программе, еще можете записать и так далее. Если же вы в бэктиках будете запускать, она тут же выполнилась и отдала управление вам. Второй раз ее запустить нельзя, только еще раз написать в бэктиках. Все это хорошо, однако, когда вы пишете свою программу, которая должна заниматься распределенным вычислением или чем-то, что делится на несколько процессов, очень неудобно писать отдельную программу, которая будет запускать еще одни ваши программы, которые уже непосредственно занимаются вычислением. Удобнее всегда писать одну программу. Вы пишете программу, один раз пишете вычисление и в каком-то месте вы хотите, вот здесь давайте параллелиться. Здесь вы распараллелились, потом вы проверили, что все ваши параллельные форки, допустим, отработали, вы собрали все, что вам было нужно, продолжаете выполнять свою программу. Для этого в Unix придумали замечательную вещь, как форк. Форк — это вызов, прямой вызов к операционной системе, говорящий о том, что процесс, находящийся в данный момент должен быть склонирован ровно в том виде, в котором он есть, рядышком. И они с этого момента должны работать параллельно и независимо. То есть, допустим, вы идете, собираете какие-то предварительные данные, ну, например, получаете там, сколько раз вам нужно, сколько итераций вам нужно сделать, там, вычисляя какой-нибудь массивчик там данных, сам массивчик данных, бла-бла-бла, все это собрали, а потом говорите, вот столько, сколько итераций, столько раз мне, пожалуйста, расплоди мой процесс, и дальше эти процессы пусть сами там параллельно что-нибудь делают. Вот это можно сделать легко командочкой fork. Fork еще полезна тем, что она абсолютно, ну, как абсолютно, она практически бесплатная. То есть, это бесплатный вызов в операционную систему. Когда вы говорите fork, операционная система не делает ничего, кроме как создает еще одну запись у себя внутри в некоторых структурах, что появился новый процесс. Она даже не копирует память. Соответственно, в момент, когда вы сделали fork, у вас два процесса смотрят на одну и ту же память, ничего не копировалось. Как только вы в одном из процессов пытаетесь модифицировать какой-то блок памяти, срабатывает copy-on-write. Вот в этот момент он сделает копию этой памяти и уже ее модифицирует. То есть, в старом процессе она останется старая, в том, в котором вы попытались модифицировать, она модифицируется. Таким образом, форки, они бесплатные. Если вы читаете, допустим, скажем, гигабайтный файл, потом делаете 10 форков, то у вас в системе будет занят всего гигабайт памяти, а не 10. Потому что это copy-on-write. Операционная профсистема просто сказала, что все вот эти вот процессы, они ссылаются на один и тот же участок памяти и никак их не копируют. Если же вы, конечно, этот гигабайт попытались как-то поправить, модифицировать, да, это появится еще один гигабайт в операционке. То есть, операционка сразу скажет, типа, о, и еще гигабайт занят. Сразу 10 гигов она и отожрет. Поэтому, когда вы делаете форк, тут важно следить, что если вы делаете большие объемы памяти, используйте их только на чтение потом внутри форков. Если же вам надо их как-то модифицировать, читать это в мастер-процессе смысла нет, потому что все равно эта вся память будет занята операционной системой. Есть еще замечательная функция exec, которая просто подменяет ваш процесс другим процессом. То есть, вы можете сказать, так, я выполняюсь, 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 а потом exec на другой файл, и ваш процесс просто превращается во что-то другое. То есть, операционная система просто ваш процесс подменяет на абсолютно другой процесс. Например, это очень часто используется для каких-нибудь инсталляторов. Вы запускаете ваш перловый скрипт, перловый скрипт спрашивает у пользователя, куда проинсталлировать, в какую директорию, бла-бла-бла, собирает много параметров, а потом говорит exec на какой-нибудь там файлик, например, TAR, который может разархивировать уже ваш пакет с нужными параметрами, которые он собрал. И ваш перловый процесс внезапно превратится в TAR. Это тоже очень дешевая операция. Операционной системе не надо поднимать там новые, то есть модифицировать свою таблицу процессов, очищать старую память, делать новую память и так далее. У него уже был выделен какой-то блок памяти. Соответственно, при exec новая программа может использовать тот же выделенный объем памяти и операция получается бесплатная. Собственно, как это работает, теперь покажу на примере наглядно. Вот, тут я еще раз забыл рассказать про пайп. Пайп это связка манипуляторов в канал. То есть, когда вы делаете форк, это два абсолютно параллельных процесса, которые друг о друге ничего не знают. Если вы их никак не связали, вы потеряли между ними связь. То есть, они работают параллельно друг по другу, ничего не знают, у них работает копия он в райп, память вся раскопировалась, все, никто ни о чем уже не знает. Просто параллельно два работающих процесса. Если же вы как-то хотите их связать между собой, то есть пообщаться, потом вам нужно создавать пайп. Пайп это труба, просто. Обычная труба. Если представить в виде водопровода, у вас есть точка А и точка Б, соединенная трубой. Сколько воды в эту трубу влилось, столько трубы из этой воды выльется на другой стороне. Соответственно, если А у вас водонапорная башня, а Б это потребитель, то вода может литься только от водонапорной башни к потребителю, в другую сторону она никак не пойдет. Поэтому нужно учитывать, что пайпы, они все однонаправленные. Это просто небольшой буфер памяти в операционной системе, который в одном процессе позволяет туда что-то записать, в другом процессе из этого же манипулятора что-то вычитать. То есть это просто связка процессов. Если вам нужен двунаправленный ввод, вам нужно две трубы. Соответственно, пайп делается вот так. Вы создаете две переменные, любые, два скаляра. Говорите, что теперь два этих скаляра являются пайпом. Соответственно, как только в один скаляр вы что-то запишите, это сразу же появится в другом скаляре. Делаете форк. То есть в этот момент ваша программа разветвилась, стало два процесса внезапно. Если же вам форк вернул пит, это значит, что вы находитесь в мастер-процессе. То есть это пит того процесса, который создался, новый. Вы здесь закрываете трубу на чтение. Вы считаете, что в мастере вы читать ничего не будете, вы будете только чайлду сообщать о том, что нужно делать. И вы в один конец этого пайпа просто пишите все переменные от единички до пяти. Дальше закрываете пайп на запись и говорите, что теперь я подожду, пока этот процесс выполнится. То есть командочка wait-pit, она заставляет ждать программу до тех пор, пока этот пит существует в системе. Как только этот пит завершит свою работу, то есть чайл, который мы стартанули, операционная система отдаст управление вашу программу, вы можете продолжить там что-то делать дальше. Соответственно, если же вы не получили пит, значит, вы находитесь в чилде. Это тот процесс, который отфоркался, отпочковался. Если же вы получили, то есть вы можете получить сам пит, вы можете получить туда ноль и можете получить андеф. Если вы получили андеф, это значит, что вы не смогли вообще форкнуться. То есть, например, ваша операционная система вам это запретила сделать. У вас нет прав на это, у вас закончилась память, у вас закончилось место в списке процессов и так далее. Соответственно, здесь можно сразу выдать сообщение о том, что все, я не смог форкнуться, до свидания, печаль, тоска. Все упали. Соответственно, в чилде мы понимаем, что мы ничего записывать в трубу не будем, будем только читать. Мы закрываем тот конец трубы, который в write. Дальше говорим, читаем из конца трубы, который read был и печатаем просто то, что мы прочитали. Закрываем на read, выходим из этого процесса. Соответственно, в мастер-процессе мы записали 5 циферок, в чилде мы вычитали. Собственно, что будет происходить, если же вы не следите за тем, что случилось с вашим форком. У вас в операционной системе будет появляться так называемые зомби. Что такое зомби? Зомби — это процесс, который завершился, и никто не захотел вычитать код его завершения. То есть просто мы запустили какой-то форк, этот форк отработал, сам он завершился, ему уже делать больше нечего. Он сообщает, я завершил успешно с кодом, там 0 допустим, бла-бла-бла, еще чего-то. Если этот код никто не вычитал, он будет висеть в списке процессов в операционной системе с пометочкой, что он зомби, то есть там будет написано буквочка Z возле этого процесса. Это сделано специально для того, чтобы никто не терял своих челдов. То есть если же мастер в данный момент просто не может по каким-то причинам вычитать статус, с каким закончился его форк, это не значит, что надо это безвозвратно потерять. Возможно, мастер когда-нибудь проснется, там сделает какие-то свои тяжелые вычисления и все-таки вычитает, как же там форк-то завершился, успешно или неуспешно. Поэтому операционная система и хранит у себя все эти зомби. Чтобы этих зомби не было, нужно всегда определять параметр SIGCHILD. SIGCHILD говорит процессу о том, что как только любой из форков завершился, нужно вызвать вот эту собрутину. то есть это сигнал о том, что какой-то из челдов завершил свою работу. Тут есть небольшой подвох, что SIGCHILD дергается не только тогда, когда процесс завершил свою работу, он еще иногда дергается, когда системный администратор пришел, такой, ой, что-то этот процесс сильно много съедает процессора, давай-ка я его застоплю. Он говорит, стоп, подожди, немножко не работай. И тут вдруг мастер просыпается по сигналу SIGCHILD, потому что ему прилетело, там кто-то его застопил, SIGCHILD, то есть ты как-то реши, что тебе дальше делать, будешь там ждать его или не будешь. Соответственно, в этом SIGCHILD нужно еще проверять статус, что это было, это действительно программа закончилась, это действительно программа не закончилась и так далее. Как раз таки вот этот weightPID и второй параметр, который мы говорили и первый, они определяют, как этот weightPID будет работать. Если же мы говорим, передаем номер пида, который мы хотим ждать, weightPID будет ждать именно завершения конкретного процесса. Если мы туда передаем минус единицу, он будет ждать завершения любого процесса, который отфоркался от мастера. Если вы делаете там 50 форков, любой форк, который закончился, попадет в этот weightPID. Если же вы хотите, как в прошлом примере, использовать его в блокирующем режиме, вы вторым параметром передаете 0. Это значит, что вот здесь ваша программа заблокируется и больше работать не будет, пока ваш child не завершится. Если же вы хотите просто проверить, что там с ним случилось, но где-то продолжать свою работу, вы должны передать другой параметр, то есть не 0, он там по единице называется, если я не ошибаюсь, но это в константах можно посмотреть, который работает в неблокирующем режиме. То есть, что делает вот такая конструкция? Она пробегает по всем завершившимся процессам и не блокирует себя. То есть, мы просто пробежались по всем процессам, посмотрели, какие из них завершились и окей. То есть, мы не ждем завершения конкретно. Мы пришли и спросили, процесс завершился, не завершился, и ладно, пошли дальше. Если же мы передаем 0, мы блокируемся до тех пор, пока процесс не завершится. Соответственно, вот это, это краткая запись, которая, в общем-то, просто символизирует, как с этим бороться. Вот это более развернутая запись. Как же мы с этим живем обычно и боремся? WaitPit нам возвращает, если мы его запускаем, ну, вообще всегда он возвращает нам Pit процесса, который завершился. Соответственно, это полезно тогда, когда мы передаем параметр первый минус единичку. То есть, мы ждем всех процессов, неважно каких, и вот какой-то из них завершился, мы хотим узнать, какой же процесс завершился. То есть, мы где-то можем хранить таблицу соответствий, что этот процесс занимается у нас одним, этот другим, этот третьим, этот пятым, десятым. Соответственно, когда какой-то из процессов завершился, мы просто смотрим, чем занимался этот процесс и принимаем какое-то решение. И если нам wait.pid возвращает минус единичку, это говорит о том, что ни один еще из наших процессов не завершился. То есть все форки, которые мы создали когда-то, они все еще работают и что-то делают. Другими словами, когда мы получаем в pid минус единичку, мы говорим, что все, из этого вайла мы выходим, мы уже всех, кто там хотел быть зомби, мы уже всех вычитали и больше нам ничего здесь не требуется. Вот этот макрос обозначает то, что мы хотим как раз проверить, что случилось с нашим процессом. Если же процесс действительно завершился, а они его не застопали или не продолжили в какой-то момент, то есть операционная система нам сообщила именно, что процесс здесь завершился, вот такой макрос вернет нам true. Их надо запомнить раз и навсегда и как бы с этим смириться. Они называются очень тяжело и сложно, но как бы это тяжелое наследие перла. Соответственно, дальше мы можем прочитать статус, с которым он завершился, это читается, вот здесь расшифровка есть. Нам приходит всего один байтик, этот байтик можно развернуть в три переменные. Смысл таков, что первые 8 бит — это у нас статус ответа, он может быть от 0 до 255. То есть первый байт — это то, с чем завершилась программа. Последнее, если наложить на них маску 127 и 128, мы сможем получить номер сигнала и свалился ли этот сигнал в корку. То есть корка — это значит, что сигнал попытался, вернее процесс попытался обратиться в какую-то память, которая не принадлежит или произошла какая-нибудь другая непредвиденная ситуация. Собственно, здесь мы можем вычитать статус таким образом, сказать, что у нас пит завершился с таким-то статусом, бла-бла-бла, или просто процесс такой-то заслипался в данный момент. То есть вот здесь как раз обработка о том, что наш сигчайлд вызвали не потому, что процесс завершился, а потому что его кто-то застопал, и потом он продолжится. Собственно, что умеем мы делать еще с нашей операционной системой? С ней можно делать разные другие хитрости. Например, мы можем перехватывать еще другие сигналы, не только сигчайлд. То есть сигчайлд — это просто сигнал, который оповещает нас о том, что какой-то из чилдов нашей программы где-то завершился или с ним что-то произошло. Но у нас есть другие сигналы операционной системы, например, такие как сигинд. Это когда кто-то решил прервать вашу программу. Есть сигьюзер, там юзерский сигнал, сигьюзер 2. Есть много других сигналов, которые тоже можно перехватывать. Соответственно, если же мы хотим написать нашу программу таким образом, чтобы она не реагировала на Ctrl-C, скажем, вы запустили программу, нажимаете на Ctrl-C, она не завершается. Еще раз на Ctrl-C, она опять не завершается. Это в перле сделать очень просто. Вы просто говорите, что сигинд у нас теперь игнор. Соответственно, сигнал сигинд просто будет игнорироваться, он ничего не будет делать. Вы нажимаете на Ctrl-C, а программа просто, ну и ладно, нажал так и нажал, можешь еще раз нажать. Если же вы хотите как-то перехватить этот сигнал, нажать на Ctrl-C и сообщить пользователю, что эту программу нельзя прерывать по Ctrl-C. Вы действительно хотите это сделать? Вот здесь можно написать ссылку на собрутину на какую-то, в которой вывести принтом, что программу нельзя завершать при Ctrl-C. Убедитесь, что вы это хотите сделать. Если хотите, пошлите такой-то сигнал этой программе, тогда она умрет. Вы можете вернуть обработку сигинта в какой-то момент на дефолт. То есть, когда это полезно? Вы, допустим, начали делать какие-то, разархивировать файл, делать какие-то сложные пересчеты, математику, еще что-то. Ее нельзя прервать на середине работы. Ну, например, если вы начали это делать и прервали это выполнение, то в следующий раз его продолжить нельзя. Можно там только пересчитать или еще что-то. И чтобы пользователь там, увидев, что программа, ой, что-то она долго работает, давай-ка я ее остановлю и еще раз запущу. Чтобы таких случайных ситуаций избежать, мы как раз можем сказать, что сидинт у нас в данный момент игнор, когда мы сделали все тяжелые пересчеты, мы возвращаем управление сигналом in в дефолт. То есть, после того, как мы вернули в дефолт, по Ctrl-C наша программа просто завершится. В этом примере что мы делаем? Мы просто говорим сик-аляром. Есть еще такой сигнал, как аляром. Это будильник. Вы в любом месте своей программы можете завести будильник. И если этот будильник сработал в какой-то момент, то вам от операционной системы придет сигнал сиг-аляром. Вы попросили разбудить, я тебя разбудил. Соответственно, допустим, вот здесь вот сиг-аляром. Мы пишем, собрути на дай тайм-аут. То есть, мы считаем, что если у нас сработал где-то будильник, значит, мы стаймаутили на какой-то операции. Нужно завершить работу программы и больше ничего не делать. Вывести сообщение о том, что мы стаймаутили во что-то. Дальше мы заводим будильник на 10 секунд. Потом мы пытаемся отвзять лог на какой-то файл. И, как бы, вот этот лог, он является блокирующим. Если же этот лог был больше 10 секунд, у нас отработает сиг-аляром. Вызовут вот эту собрутинку, и программа сделает дай. То есть, как бы, мы стаймаутили. Мы не смогли за 10 секунд взять лог на файл. Если же этот лог мы смогли взять за 10 секунд, мы выходим из E-VAL, сбрасываем будильник, говорим операционной системой, все, будить нас больше не надо, и продолжаем работу своей программы. Таким образом, вот, можно контролировать, например, тайм-аут. Есть один нюанс. Таких будильников можно завести ровно один. На всю программу. Больше нельзя. То есть, нельзя сказать, что через секунду, а потом еще через 2, еще через 10 сообщи. Ну, потому что операционная система может сообщить только один раз. Все. Есть еще пачка дополнительных модулей, которые позволяют работать нам с разными процессами. Это IPC Open3, IPC Run, IPC Handle и так далее. О них можно почитать на CEPANI. Я скажу только небольшой, ну, сделаю небольшой комментарий к ним. IPC Open3 и Run3 позволяют вам вызвать программу и перехватить все три файловые манипуляторы. STD-in, STD-out и STDR. То есть, вы можете по отдельности, вы можете что-то туда записать и по отдельности вычитать STD-out и STDR из этой программки. То есть, Open3, вы ему скармливаете три скаляра, куда будет записанный или что лежит в STD-ине. Вы говорите, какую команду надо вызвать, с какими аргументами. Все. Он порождает новый процесс рядышком через форк. В STD-in записывает то, что было в STD-е в скаляре для STD-ина. В STD-out и STD-er записывает то, что запишет ваш скрипт после выполнения. Вот эти команды, они являются все блокирующими. То есть, пока не завершится эта программа, управление в вашу основную не придет. Ну и про пайпы, которые я уже рассказывал. Есть еще так называемые именованные каналы. На них тоже стоит посмотреть. Они удобны тем, что вы их можете открывать непосредственно уже, когда child стартанул. То есть, вы в мастер-процессе говорите, что у вас появляется новый именованный канал, который выглядит как просто файлик на операционной системе. Это создается именно файл, который видно на операционной системе. Можно любым файловым браузером посмотреть на него и увидеть. Каким-то образом с ним работаете. В форке вы можете точно так же открыть этот файлик просто ридом, уже после того, как вы сделали форк, и начать в него что-то писать. То есть, это именованные каналы. Это труба, которая просто где-то лежит. Каждый может прийти к ней, подключиться, что-то туда написать. Ну или что-то оттуда вычитать. Иногда это очень полезно, потому что, когда вы не знаете, в момент, когда вы подключитесь к этому пайпу, или, например, вы там стартуете другие программы, параллельные, еще чего-то, с именовыми каналами гораздо удобнее работать, чем с обычными пайпами. Самое интересное. Работа с сокетами и с сетью. UseSocket, ровно точно так же, как и Use.io, они являются обычными биндингами в фишные либо. Если вы когда-то работали с сетью из языка C, никаких проблем для работы с сетью из языка Perl возникнуть не может, потому что тут даже функция называется ровно точно так же, как в языке C. Один в один. Можно читать мануал по сям и работать из перла, или наоборот. Это обычный биндинг просто прям к C-шному header файлу. Соответственно, вы можете получить IP-адрес из имени, имя из IP-адреса, сделать резолвинг туда-обратно, посмотреть, что чем является. Соответственно, самый простейший клиент перед вами. Еще скажу, что для того, чтобы работать на высоком уровне с сокетами, вам потребуется модуль IOSocket.inet. Это модуль, обертка просто над сокетом обычным, то есть над header файлом, который позволяет вам в Perl стайле уже писать код. То есть вы хотите прям забиндиться или подключиться к какому-то отдельному хосту, вам не надо резолвить это имя сначала, определять, куда подключиться, подключаться и прочую ерунду. Этот модуль сделает все за вас. Поэтому он очень экономит время, и это полезная вещь. Посмотрите на него. Собственно, простейший клиент. Мы говорим, что нам нужно подключиться к некоторому хосту под названием search.span.org на порт номер 80 по протоколу TCP. Тайп у нас будет стриминговый, то есть мы туда будем передавать стрим пакеты и получать их обратно. Если же мы не смогли подключиться, мы говорим о DAI, can't connect to search.span.org. Ну, например, нету сейчас сети, Wi-Fi отключился. Ну, что-то произошло, вы не можете зарезолвить или search.span.org упал. То есть отработает вот этот DAI в момент, если невозможно подключиться. Если удалось подключиться, мы в этот сокет, как в обычный файл, можем записать все, что угодно. То, что вы записали в этот сокет, улетит на другой хост, к которому вы подключились. Другой хост сможет это вычитать, как-то обработать, прислать вам ответ. Сокеты, в отличие от пайпов, они двунаправленные. В сокет можно и писать, и читать. Поэтому даже иногда между процессами полезно общаться через сокеты. Вы можете всегда открыть между двумя процессами сокет и общаться уже по сети. Есть еще в операционной среде Unix, Unix сокеты. Это просто файлик, такой же, как именованный pipe. Собственно, вот этот вот клиентик, он просто сходит на search.span.org на 80-й порт, отправит запрос get на slash, то есть получит первую страничку сайта search.span.org и распечатает ответ. Здесь, ну, если выполнить эту программу, мы просто получим HTML-ответ от search.span.org. Вот это минимальное описание клиента, который может быть на перле. Сервер немножко более громоздкий. Серверу нужно указать, какой порт слушать, что у нас будет, стрим или датаграммы, будем мы реюзать адреса или не будем, сколько мы будем делать раз listen на этот порт и так далее. Все эти параметры, они описаны хорошо в документации, можно про них прочитать. Их тут гораздо больше я указал, только самые необходимые. Если мы не смогли забиндиться на какой-то порт, то есть мы не можем его слушать, его, например, слушает другая программа или с ним что-то произошло не так, или у нас просто нет прав на то, чтобы слушать этот порт, мы попадем в DAI и нам скажем, Perl скажет, что невозможно слушать почему-то, ошибку нам выдаст специальную переменную. Вот, если же мы успешно забиндились, мы говорим while accept. Accept является блокирующей операцией, то есть пока к нам не придет никакой клиент, Accept не вернет управление в нашу программу. То есть когда мы сказали accept, мы ждем подключения любого клиента к нам. И не делаем ничего. Как только подключился к нам клиент, вот этот accept вернет нам ссылку на файловый манипулятор, который связан с клиентом непосредственно. В этот файловый манипулятор мы можем писать, читать и общаться с тем клиентом, который к нам подключился. Соответственно, когда к нам кто-то подключился, мы сразу говорим, что этот файловый манипулятор у нас должен быть без буфера, то есть автофлаж говорит о том, что нужно выключить любую буферизацию, иначе если мы не выключим буферизацию, мы не сможем там нормально читать или писать в этот файловый манипулятор, он будет ждать, пока не заполнится буфер. Короткая строка просто повиснет где-то в буфере, ее не клиент не увидит. И сервер... Ввалится. Да-да, а потом через какое-то время, когда буфер накопился, бум, все, клиент вывалил. А если никогда не накопился, все вечно будут ждать. Никто не будет понимать, что случилось. Поэтому автофлаж не забываем. Если мы пишем большими пачками, конечно, например, мы стримим какой-то видеофайл, автофлаж нам не нужен. То есть автофлаж будет нам только мешать. Если мы пишем маленькие, короткие пачки, автофлаж нам нужен. Соответственно, дальше мы читаем сообщение от клиента, который нам написал, то есть делаем readline. Пока клиент что-то не напишет в этот сокет, эта операция у нас заблокируется. Как только клиент что-то написал, мы оттуда вычитали, отрезали перевод строки, сказали, что клиент нам сказал... Вернее, отдаем обратно на клиент в этот сокет, что эхо такое-то. То есть ты нам сказал это, я тебе его же и вернул. То есть это обычный пингер. Закрываем клиента. И если же клиент нам прислал end, это значит, что наш сервер здесь просто завершится. То есть он сделает last, больше не будет делать accept и выйдет из нашей программы. Соответственно, вот эта программка, она реализует сервер пингер. Любой клиент, подключившись к этому серверу, отправляет сообщение, оно ему тут же прилетает в ответ точно такой же, но с префиксом эхо. Если любой из клиентов прислал здесь end большими буквами, сервер завершит свою работу. Это простейшее описание сервера на перле. Как видно, тоже это писать две строчки. Если кто-то писал серверы на сях, там это немножко более громоздко выглядит. Однако хочу заметить, вот в этом сервере есть недостаток. То, что этот сервер одновременно может обслуживать только одного клиента. То есть как только первый клиент пришел, мы сделали на него accept, получили этот файловый манипулятор и дальше ждем то, что нам напишет клиент. Если здесь клиент напишет гигабайты строк, мы их все читаем, 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 читаем. Следующий клиент, который пришел, никуда законнектиться не может, потому что уже никто не accept его коннекты. То есть клиент уже как бы следующий прийти не может. Чтобы такого не случалось, мы можем использовать замечательную технологию fork. Соответственно, как только к нам пришел какой-то коннект, то есть пришел к нам какой-то клиент, мы заакцептили connection, делаем fork, и в этом форке общаемся уже, вот в этом форке общаемся уже с клиентом. А сервер в это время закрывает сокет с клиентом, то есть он не нужен, он расплодился на две части, он уже и в форке, и в мастер процессе получился, так как у нас copy-on-write. В сервере нам уже этот файловый манипулятор больше не нужен, мы его закрываем и говорим, ждем следующего подключения. Таким образом, здесь сервер ничего не делает, кроме того, что ждет подключения клиентов, форкает новые процессы, и все. А форки уже обслуживают всех клиентов, которые пришли. Вот это стандартная схема, по которой работают практически все серверы, которые есть. То есть они принимают коннект, делают какой-то форк, возможно, это селекты или еще что-то, дальше в лекциях вам будут рассказывать, как можно еще. Но самая простейшая схема вот такая. Однако нужно помнить, что иногда может случиться то же самое, что случается с Coca-Cola и Mentos. Почему? Если вот в такой штучке к нам прилетело сразу, например, 100 тысяч клиентов, мы сделаем 100 тысяч форков. Печаль, тоска. Понятно, что никакая система нам их сделать не даст. Вот в какой-то момент закончится память, закончатся процессы, начнут происходить странные вещи, закончатся как минимум файловые манипуляторы, потому что по дефолту их можно открыть только 1024. Ну и, в общем, все станет плохо. Поэтому всегда, когда мы делаем какой-либо форк, вернее, какой-либо сервер с форками, нам нужно следить, сколько мы уже отфоркали процессов. И если мы отфоркали больше, чем мы можем обслужить в данный момент, мы просто следующий коннект принимать не должны. То есть клиент должен понимать, что он пришел, а там сервер уже загружен. Все, туда больше не надо, не лезет. В очередь. Да, вставай в очередь и жди. И если клиент там по какому-то своему тайм-ауту не дождался ответа, то у клиента будет тайм-аут. Я пришел в очередь, постоял, постоял полчаса, и все равно меня никто не обслужил. Вот, я ушел. Соответственно, когда вы делаете такую структуру, обязательно следите за тем, сколько форков вы сделали. Еще немножко про безопасность расскажу. Когда к вам подключается какой-то клиент, если у вас не общедоступный сервис, например, сервис, который там внутрикорпоративный, теоретически вы никогда не знаете, кто к вам пришел. К вам пришел клиент, вы ему что-то отдаете. Если это внутрикорпоративный какой-то сервис, вам нельзя отдать личные данные, например, номер телефона сотрудника, а сервис, который отдает там личные данные внутри просто. То есть вы написали сервис, где вы можете прийти и спросить, дай-ка мне номер телефона Васи Пупкина, сервис вам раз, вот вам номер телефона. Вот такие сервисы нельзя отдавать наружу, никогда, ни в коем случае. Нельзя никогда надеяться, например, на админов, которые вам сказали, что этот сервер по-любому закрыт от внешнего мира, туда никто никогда не придет, бла-бла-бла и так далее, все равно кто-то поломает вашу систему, изнутри вашей системы придет сюда, и будет все плохо. Это будет очень нехорошо, вам выскажут все фейс, скажут, больше таких сервисов никогда не делать. Чтобы этого не происходило, всегда смотрите, кто к вам пришел. То есть можно сделать get-peer name на того клиента, который к вам прибежал. Вам отдадут некую структуру. Эта структура выглядит, это вот обычная сишная структура. Как я говорил, это просто сишный биндинг в библиотеке. Из этой структуры мы можем достать и адрес, который к нам пришел, и порт, с которого к нам пришли, и всю другую информацию, и сервис, и ошибки. В общем, в этой структуре хранится много информации. Поэтому, когда вы принимаете коннект, вы всегда должны понимать, что этот коннект к вам пришел из каких-то внутренних серверов. И дабы вас никто не обманул, написав в DNS, что я пришел там из «новый компьютер, моя корпоративная сеть», вы должны проверить сначала, какой IP-шник отдается. И более того, когда вы увидели, что этот IP-шник все равно ваш, чтобы не получилось так, что ваш компьютер вашего коллеги взломали, и с IP-шника компьютера вашего коллеги пошли под чужим именем, вам нужно этот IP-шник обратно превратить в имя этого хоста. И только в том случае, если имя хоста, которое пришло, совпадает с именем хоста, которое получилось из резолвинга IP-шника, вот тогда вы можете отдавать ответ. Это немножко безопасности. Про безопасность я еще буду читать отдельную лекцию, там это буду упоминать, но как бы здесь это я должен был сказать. Если пишете какие-то сервисы, которые отвечают на какие-то имена, всегда смотрите, кто к вам пришел. Сериализация и десериализация. Слушаем, вернее смотрим, как мы можем общаться с другими процессами по сети или вообще с другими сервисами. Когда мы хотим передать туда какие-нибудь сырые данные, мы не можем туда, например, написать УТФ, потому что кто-то этот УТФ может не переварить. Допустим, с той стороны у нас вообще не Perl, который ничего не знает про многобайтовые кодировки, и он просто там как бы с ума сойдет от символов, которые больше чем 255 имеет знак. Соответственно, как мы можем работать с ними. Что такое вообще сериализация? Сериализация — это превращение какого-либо объекта, например, у нас есть перловая структура в виде хэша или массива, неважно. Мы этот объект должны каким-то образом превратить в поток байтов, то есть каким-то образом закодировать этот объектик в набор байтиков, дальше их записать куда-то, будь то файл, будь то память, база данных, или это может быть вообще сокет. С другой стороны, мы должны точно получить такую же последовательность байт и ее раскодировать в объект, который нужен на стороне десериализатора. То есть, когда мы общаемся между двумя процессами, неважно посредством чего файла, базы данных или сокетов, мы должны изначально определить вот этот протокол, то есть как мы будем свой объект превращать в байты и как из байтов потом превратить это обратно в объект. Это называется протокол. Когда мы обозначили протокол, что, допустим, у нас там будет проходить JSON, значит, мы должны на стороне одного приложения объект закодировать в валидную JSON строчку, передать ее каким-то образом другому сервису. Другой сервис должен получить валидную JSON строчку и раскодировать его в свой объект. При этом на уровне вот между этими двумя приложениями мы можем менять язык программирования, менять все, что угодно. То есть мы можем из перла передать какой-то свой объект. Здесь у нас может быть Java, которая получила валидную JSON строку, распаковал ее в свой Java объект и продолжила с ним работать. Этим и прекрасна сериализация и десериализация. С этим придется сталкиваться очень много и очень часто. Поэтому стоит обратить внимание на то, каким образом можно сериализовать и десериализовать. Так как я обычно вещаю про какие-то высоконагруженные проекты, я очень люблю приводить в пример сериализацию посредством превращения это просто в бинарные данные. То есть что значит превращение в бинарные данные? Это просто последовательность байтиков в какой-то последовательности. Например, мы хотим собрать наш массив в последовательность байт, где будет идти значение элемента первого массива, дальше, допустим, там слэш 0 или слэш 0,1, потом значение следующего массива, слэш 0,1, значение следующего, вернее этого элемента и так далее. То есть собираем это все в одну большую строчку, где у нас каждый элемент массива разделен спецсимволом. Таким образом, мы из массива получили одну большую байтовую строку, где у нас хранятся значения элементов массива, разделенные спецсимволом. На другой стороне, будь то это любой язык программирования, который угодно, мы можем точно так же вычитывать последовательно эти байтики. Как только мы вычитали разделитель, значит у нас закончился предыдущий элемент массива, начинается следующий. Читаем опять до разделителя и так далее. Таким образом, превращая в бинарную строку любой объект, мы очень сильно экономим по памяти, потому что любой бинарный поток, он, как правило, не вносит лишних символов. То есть если же мы это передаем просто в текстовом виде, например, перловым датадампером, это у нас фигурные скобочки открывающиеся, это обрамленный каждый элемент в кавычки, если это текст, если не текст, то он не будет в кавычках, это еще запятые и так далее. Мы получаем какой-то странный протокол, который, во-первых, сложно расшифровать, а во-вторых, занимает очень много места. Он никак не экономит ни байты при передаче данных, ни при расшифровке процессорное время. Бинарная же строка, она исключает все лишние символы, которые только могут встречаться. Там просто идет последовательность байт, которые нам нужны. Perl имеет такую отличную функцию, как Pack Unpack. Про нее можно конкретно прочитать в Perl Pack, то есть это Perl Dog, Perl Pack. У нее есть очень много шаблонов для преобразования данных в бинарный вид. Например, если мы хотим преобразовать в бинарный вид строчку, которую можно вычитать в любом другом языке программирования, это значит, что нам надо не только передать строчку, чтобы всем было удобно с ней работать, а вначале еще желательно бы размер этой строчки. Потому что если, не дай бог, с той стороны будет какой-то примитивный, низкоуровневый C, который не знает, какой ему буфер надо выделить для этой строки, то ему лучше бы получить сначала размер, который надо выделить, чтобы выделить область памяти и туда уже сложить саму строчку. Поэтому в функции Pack есть такие шаблоны, как V, A, например. Например, это запаковать нашу строчку с определением размера перед ней. То есть мы Perlou просто скармливаем V, с лэша звездочка, саму строчку, он считает размер строки, пишет сначала обычным 4-байтовым, там, интом, допустим, размер строки, дальше саму строку. Поэтому, когда вы будете читать его уже из C, вы всегда сначала вычитываете первые 4 байта, потому что вы уверены, что там будет размер. Вычитали их, эти 4 байта содержат длину буфера, который нам надо, лоцировали память, записали туда все остальное, что у нас было. И если же наша строка не закончилась, значит, там лежат еще какие-нибудь данные. Мы продолжаем их читать по своему протоколу. То есть, как правило, эти протоколы, они очень выгодные за счет того, что они экономят память, процессорное время и все остальное, и они очень невыгодные с точки зрения дебага, потому что глазами на них посмотреть всегда очень сложно. То есть это просто набор последовательность каких-то байтиков, когда на это все смотришь, в общем, надо приноровиться, чтобы все это уметь читать и, ну, как бы, осознавать, что есть где. Что если у нас int, то это 4 байта всегда, даже если он там с ноликов начинается и прочее, прочее, прочее. Соответственно, у паков в темплейте, пак и unpack, он принимает два параметра. Первый параметр — это непосредственно шаблон, в который надо сжимать. Второй параметр — это список всех элементов, которые к этому шаблону надо применить. То есть, допустим, если мы хотим сжать там… У меня дальше примеры есть, я покажу. А, ну, сразу и покажу их. То есть, если же мы хотим передать строчечку из… То есть, А большой — это строка байт, дополняемая пробелами. Мы, допустим, берем темплейт А5. Это мы говорим, что у нас будет строка всегда из пяти символов. Если же переданная строка, которая пришла нам на вход, меньше, чем пять символов, все остальное надо добить пробелами. Таким образом, мы всегда знаем, что этот параметр, он будет всегда из пяти символов, которые надо будет вычитать и превратить их в строчечку. Вот такой пример, перл… Вернее, пак А5, перл и лэнгвич, он превратит это во что-то такое — перл пробел. Так как у нас в темплейте указана одна перл А5, это значит, что на вход он должен принять только один параметр, его как-то обработать. Соответственно, во втором примере, когда мы сказали, что у нас должно быть три строки, первая строка из пяти символов, вторая строка из двух символов, третья строка из трех символов, передали ему перл и лэнгвич, он перл превратил в перл пробел, лэнгвич превратил в ЛА, ну, потому что тут только два символа он отсюда их взял, и А3, так как у нас вообще не пришло, он превратил в три пробела. То есть, в конце концов, мы получили вот так вот, вот такую бинарную строчку, которую на другой стороне можно прочитать, зная вот этот протокол. То есть, сам темплейт, который передается в пак, это и есть описание протокола. Когда мы пишем темплейт, мы должны быть уверены, что он четко соответствует протоколу, о котором мы договорились с принимающей стороной, которая будет работать с другой стороны. Собственно, когда мы хотим передать строчку, то, о чем я говорил, с размером, мы можем использовать, например, вот такую запись, то есть c слэш а звездочка. Когда мы употребляем в темплейте слэш, это значит, что мы говорим, что это у нас будет, прошу прощения, это у нас будет а звездочка, это строка байт, дополняемая нулями, и перед ней должен быть размер, записанный как c. c это 1 байт и символ со знаком, большой c это 1 байтовый символ без знака. Соответственно, здесь у нас будет 1 байтик, это размер строки, дальше сама строка, дополняемая слэш нулем. Передаем туда тест, звездочка говорит о том, что здесь какая-то неопределенная длина будет, то есть она может варьироваться, может быть 4 символа 10, 21 и так далее. Собственно, на выходе мы получаем 1 байтик, который выглядит слэш 0,4, то есть это говорит о том, что будет 4 символа дальше, непосредственно сама строка. Ну и, собственно, вот так же будет аналогичная запись выглядеть без слэш а, но тогда нам самим надо посчитать длину. То есть, чтобы каждый раз не считать длину, первого-то может сделать за нас, если мы будем употреблять в темплейтах слэши. Собственно, когда мы говорим запаковать в H, мы подразумеваем, что там будет хекс на выходе. Если мы говорим B, мы подразумеваем, что это будет биты. Если мы говорим, ну, то есть, если мы пакуем, да, мы подразумеваем, что будет биты. Когда мы пакуем L, L это у нас целое число без знака, большая L, маленькое целое число со знаком, то есть это по 4 байта. Мы здесь запаковали сколько-то L, иксы — это просто пробелы, передали эти L, вот мы получили слэш один, слэш ноль, слэш ноль, слэш ноль, то есть вот это у нас первая L, 4 байта, дальше пошла вторая L, потом пойдет третья L и так далее. Таким образом, вот этот темплейт, это и есть тот интерфейс, который мы придумали между сервером и клиентом. Стоит с этим потренироваться, оно не всегда просто дается, то есть на это надо посмотреть, несколько раз попробовать, сделать какие-нибудь там, наступить на какие-то грабли, потому что сразу вот так вот объяснить и понять это очень сложно. Но там, скажем, с пятым, с шестым употреблением, когда вы напишите для себя какие-то тестики, у вас будет какое-то прозрение, вы поймете, действительно это работает так, и дальше уже с паком-анпаком никаких проблем не происходит. Поэтому, когда вы будете делать домашку, обязательно обратите на это внимание и попробуйте что-нибудь запаковать и распаковать, потому что там даже в одной из домашек это будет обязательно сделать. Но там будет как бы очень простой пример, как это делать. Собственно, сериализация в JSON. JSON — это довольно компактный протокол, который легко читается человеком. Он пошел из JavaScript. JavaScript с JSON работает вообще как с объектами. Он очень легко превращает свои объекты в JSON и обратно. Поэтому обычно, когда речь заходит о сериализации и десериализации между сервером и клиентом-браузером, все говорят про JSON. JSON — это довольно самый употребляемый протокол, который вообще используется в веб-программировании. Сервер выплевывает JSON. JavaScript — это JSON превращается в свои объекты, работает с ними как со своими объектами. Perl на сервере работает с ними как со своими объектами перловыми. Получается все очень хорошо и просто. Выглядит он абсолютно человекочитаемо. То есть любой дебаг упрощается при использовании JSON. Вы тут же сериализовали в JSON, посмотрели на вид, как бы, а, да, вроде все верно. Все окей и, как, значит, все работает. Это не так, как с бинарными протоколами. То есть вот такой вот, вот такая вот перловая структура, то есть вот это перловая структура, это хэш, в котором есть ключи. Один из ключей является массивом хэшей и так далее. Она у нас превратится в некую структурку. Вот тут я привел простой пример, где есть хэшик с одним ключом, где значением является массив с тремя переменными. Две из них текстовая, одна интовая. Она превращается, вот это, это JSON-строка, она превращается вот в такую перловую структуру. То есть вот такая вот JSON-овская запись превращается вот в такую перловую структуру. Это очень легко и прозрачно работает. То есть вы в перле собираете большие хэши, большие массивы, то есть у вас есть какие-то данные. Потом из JSON-XS заверете функцию decode.json, например, или encode.json. То есть если вы хотите закодировать, вы получаете JSON-валидную строку, которую вы можете отдать в браузер, и каждый браузер ее абсолютно нормально поймет и сможет с ней работать дальше как со структурой в JavaScript. Вот так выглядит преобразование обратно. То есть у вас есть некая структурка, где вы говорите, что value, ну, то есть вытаскиваете значение этого ключа, потом говорите encode.json и получаете вот такой JSON-чик. Вот это валидный JSON, это не перловая строка. Собственно, как выглядит сериализация в JSON? Она описана вот такими вот радиаторами, очень похоже на радиатор. То есть что это может быть? Это может быть у нас объект или массив, или значение. То есть объект это в перловом значении это хэш, массив в перловом значении это массив. У объекта может быть значение, двоеточие, вернее, ключ, двоеточие, значение, запятая и так сколько угодно много раз. Вот, соответственно, дальше мы выходим. Либо не может быть вообще ничего. То есть у нас объект это может быть пустые фигурные скобочки, то есть это пустой хэш. Массив это точно так же. У нас открывающий массив, либо там нет ничего, либо там есть сколько угодно много значений через запятую. Значение — это у нас либо строка, она всегда будет в двойных кавычках обрамлена, либо это число, оно всегда будет без кавычек, либо это другой объект, который опять пройдет по такой схеме, либо это у нас еще один массив, либо это спецпеременные, которые специфичны только для JavaScript. Ну, не только для JavaScript, а не специфичны для Perlana, надо так сказать. Это true, false и null. Соответственно, в null обычный JSON-XS превращает в undef. То, что есть undef, он в JSON будет представлен как null. Для true и false есть специальные константы, которые лежат внутри модуля JSON-XS, и их можно употреблять. Они будут действительно превращаться в красивые true и в красивые false, которые нужны для JavaScript. На это тоже обратите внимание, это вам 100% понадобится, хотя у вас там есть предыдущие домашки тоже на JSON, вы должны это знать. Есть сериализация, так называемый формат Sibor. Sibor, он пошел и с JSON, авторы у них пересекаются, но он все-таки бинарный, этот Sibor. Работает он точно так же быстро, как JSON, возможно, даже быстрее. У Sibor есть такой плюс, как потоковая передача, то есть если JSON это должна быть одна валидная строка, которая только одна, и за ней больше ничего не может быть, то Sibor можно в строку напихать сколько угодно. То есть мы можем написать Sibor, еще один Sibor, еще один Sibor в эту строку и так далее, и они будут все валидно распакованы. С JSON так поступить нельзя. Плюс Sibor, он хранит, он преобразует вот эту всю штуку в некоторый бинарный вид. То есть он массивы обозначает как спец свой символ, и там получается нечто другое. То есть не вот такие фигурные скобочки, кавычки и так далее, а он просто ставит спец символ, говорит, что «А вот теперь у меня пойдет хэш». Дальше начинает писать просто по порядку. Ключ, значение, ключ, значение, ключ, значение, без всяких лишних кавычек, без всяких лишних двоеточий, фигурных скобок и всего остального. Когда у него хэш закончился, он говорил, он ставит следующий символ, «А вот тут у меня пошел массив, а вот тут у меня пошло значение» и так далее. Соответственно, он более компактный, чем JSON, он немножко быстрее работает, и можно передавать сразу несколько сиборов в одном потоке. По всем новым веяниям люди с JSON переходят на сибор везде, где только можно. Так как когда-то появился JSON, но он был легкий, быстрый, его легко было внедрять, его внедрили не только при общении между сервером и клиентом, браузером, но и внедрили во все возможные протоколы, куда только было можно. Когда сервер с сервером общается, тоже был JSON, и еще в каких-то случаях был JSON, когда появился сибор, все стали серверные опишки переводить на сибор, потому что они меньше, дешевле по процессорному времени и меньше занимают по памяти и по передаче данных. Есть еще сериализация месседжпак. Месседжпак — это тоже бинарный вид, он выглядит примерно так, то есть он тоже ставит, вернее, он int приводит к нормальным intам, то есть если мы передаем 10, он не говорит, что это цифра и дальше 2 байта 10, он просто это приводит к цифре 10 и передает туда Charakter 1. Собственно, если это массив, он говорит, что теперь у меня начинается массив, и вот его значение, и дальше, если в массиве было несколько значений, тут пойдут они все тоже превращенные в винты и так далее. Это усложняет дебаг, вот, как всегда, но он тоже компактный, хотя не очень быстрый. Есть еще замечательный сериализатор-десериализатор под названием Sibor, вернее, Storable. Это, можно сказать, что сейчас чисто перловая вещь. Storable умеет сохранять и сериализовать, и десериализовать какие-то структуры непосредственно в файл. То есть мы имеем какую-то структурку, допустим, это наш хэшик, мы говорим, а теперь сохрани-ка вот этот хэшик вот в этот файл. В этом файле появляются какие-то бинарные данные, понятные только перлу, ну, в общем, не только перлу, но в большей степени. И когда нам нужно их восстановить из этого данного обратно в перловую структуру, структуру мы можем сказать, а теперь достань нам из вот этого файлика там то, что лежит, и мы получаем на выходе обратно структурку. Это очень полезно, когда мы работаем с какими-нибудь файлами, которые являются там, скажем, конфигом. Вот у нас есть конфиг приложения. Мы всегда, запуская наше приложение, говорим, достань-ка все, что есть у нас в конфиге. Мы получаем большой развесистый перловый хэш, в котором лежит нужный нам конфиг. Наша программа как-то с ним работает. В процессе работы она этот конфиг может менять, или, например, пользователь, который работает с этой программой, может поменять конфиг. Соответственно, когда он поменял конфиг, мы теперь говорим, а теперь то, что там поменено, сохрани обратно в этот файлик. Тогда мы закрываем эту программу, при следующем открытии мы опять получим последний конфиг, который у нас был. Это очень полезная штучка, которой можно пользоваться. Также у Storobl есть еще Freeze и For. Это два метода, которые позволяют нам сериализовать и десериализовать не в файлик, а непосредственно в некоторый скаляр. То есть, когда мы вызываем Freeze на некоторую структурку, мы получаем последовательность байтиков, которую можно также передать по сети, если мы уверены, что с той стороны также Perl работает. На той стороне мы получаем последовательность байтиков, говорим, распакуй нам эту последовательность байтиков, и получаем перловый хэш. Ну, если там был хэш. В этом примере был именно хэш. Соответственно, такой Storobl это как кладовка. То есть, вот эта картинка специально здесь поставлена. Мы всегда можем в разные файлы складывать разные свои структуры, как по полочкам в кладовке. Разложили, разложили, потом откуда надо достали, вычитали все, что нам надо. Один из самых распространенных сериализаторов и десериализаторов – это формат XML. Он используется не только для сериализации и десериализации, а для описания всего, что угодно. Когда-то это был такой мега-формат, в который хотели запихнуть абсолютно все, и это удалось в какой-то мере. Все Ява-приложения, они практически все работают с XML. Все выездельники – это все-все абсолютно XML валидный. Соответственно, XML отличается своей читаемостью, он отличается размером, он очень большой всегда. То есть если сравнить JSON и XML, то XML, как правило, на больших структурах на порядок больше места занимает. Его всегда очень сложно валидировать, его очень сложно распаковывать. Там очень большая вероятность ошибки, но он поддерживается просто везде. То есть с XML можно общаться с любым языком, особенно с какими-нибудь там Java-приложениями, которые считаются Enterprise. Поэтому о нем тоже надо знать. Но у этого парсера есть замечательная вещь, что XML описывали таким образом, что HTML-разметка – это часть XML-разметки и вообще часть синтаксиса XML. Поэтому любую HTML-страницу можно сказать, что вот это вот валидный XML. Дальше я начать распаковывать, парсить, обрабатывать какие-то там вложенные структурки и прочее-прочее. Во всех XML-парсерах они все поточные, так как это всегда очень длинная-длинная, большая строка, разгребать ее всю сразу же целиком очень сложно. Она занимает много сразу памяти, процессор на ней начинает долго тупить, перекидывая эту память из стороны в сторону, когда вы пытаетесь вырезать какие-то части из нее и так далее. Поэтому все парсеры быстрые, они поточные. Что значит поточные? Поточные – это когда вы скармливаете в этот парсер по чуть-чуть строку. Допустим, скармили первый килобайт, парсер идет по ходу этой строки и смотрит. Начался какой-то тег. Он вызывает вашу собрутину, которую вы объявили на начало тега. Когда тег закончился, он вызовет собрутину, говорящую, что теперь тег закончился. Если он между этими тегами нашел какие-то данные, он вызовет вашу собрутину, которая говорит о том, что теперь пришли данные и так далее. Таким образом, если у вас XML занимает, скажем, гигабайт, что очень часто бывает, потому что даже дампы базы данных в XML делают, вы всегда можете ее попарсить вот таким поточным парсером очень быстро, и ваш процесс в памяти не будет занимать больше нескольких мегабайт, если вы нигде не складируете эту структуру себе в память. Вы всегда можете на начало тега поставить какой-то обработчик, сказать, о, типа, здесь начался тег текст, тут текстерия тег закончился, тут начался тег а, у него прочитали какие-то атрибутики в теге а, там у нас есть ссылочка, значит, ссылочку как-то подсветили и так далее. То есть вот такими вот XML-парсерами обычно парсят HTML, приходящие от кого-то. Например, если вас попросят написать какое-то приложение, которое умеет парсить имейлы, то есть написать какой-то простенький почтовый клиентик для веба, так как у нас почта может приходить в HTML-формате каждое письмо, вам нужно своеобразно этот HTML-формат обрабатывать. Вы не можете там разрешить какую-то часть атрибутов, чтобы вашу верстку само письмо не разорвало. Вам нужно всегда позиционирование менять, потому что так как у вас не весь браузер отведен под отображение письма, а только часть этого браузера, значит, у вас там центрирование должно быть по-другому и еще что-то. Поэтому HTML, который к вам пришел в письме, его надо дополнительно обработать перед тем, как показать уже в вашем интерфейсе. Соответственно, таким вот XML-парсером это делается очень просто. Вы навешиваете какие-то колбэки на то, что вот если у вас пришел там тег центр, значит, мы его поменяем на что-то другое и как-то отцентруем, допустим, по-своему. Если у вас пришел тег A, то наверняка надо проверить, не XSS ли там, чтобы ваши куки не украли. То есть посмотреть, что там в атрибуте href нету какого-то JavaScript и так далее. Поэтому можно это все делать при помощи таких XML-парсеров. Вот тут я привел то, как… вернее, быстродействие всех рассказанных мною сериализаторов-десериализаторов. Соответственно, самый быстрый у нас оказывается Sibor.xs. Это тот формат, который пришел на смену JSON. JSON чуть-чуть медленнее. Это количество операций в секунду, сколько можно раскодировать валидных строк. То есть вот здесь везде структура одинаковая была. Сколько раз мы успели за секунду раскодировать структуру в перловый хэш? Соответственно, тут мы умудрились почти 43 тысячи раз раскодировать за одну секунду. JSON-XS чуть-чуть отстает. Он больше отстает на больших структурах. То есть чем больше структура, тем разрыв между этими двумя парсерами будет больше. На маленьких структурах он будет меньше. Если взять совсем маленькую, они будут одинаковые. Соответственно, Storeable проигрывает на порядок от JSON-а почти. Это обусловлено тем, что он, как правило, пишет файл и заточен на то, чтобы работать с файловой системой. А файловая система медленная. JSON-ы, YAML-ы и так далее, они все медленнее и медленнее. И самый медленный является YAML. YAML-ы это человека читаемый формат, который пошел из питона в какое-то время. То есть там все регулируется отступами. То есть когда мы пишем массив, мы открываем фигурную скобочку, дальше все элементы нам надо писать с отступом обязательно. Если это хэшик, мы открываем хэшик, дальше отступ ключик, двоеточие значения, отступы, бла-бла. И чем больше вложности, тем больше отступов и так далее. За счет этого, когда мы парсим именно эти отступы, у нас уходит очень много времени. Вот здесь по этому тесту видно. Поэтому YAML использовать не стоит. Или стоит использовать в последний момент. Его в основном используют опять-таки для конфигов. То есть если нужно, чтобы конфиг был человекочитаемый, например, вы пишете приложение и даете возможность администратору прям ручками править конфиг, в YAML ему будет, конечно, гораздо проще его править. Потому что он находит нужную строчку, там просто текстовый файлик, который надо поправить. Собственно, еще пять минут я расскажу про флаги и приступим к домашке. Флаги и параметры. У каждой запускаемой параметры есть флаги и параметры. Что такое флаги? Флаги — это ключики, которые без значений. То есть, например, rm-rf. Удалить все файлы, игнорируя все ошибки и так далее. Соответственно, rf является флагами, они не имеют никаких значений. Когда мы говорим mkdir минус m, там 755, мы передаем параметр m со значением 755. Когда мы запускаем perl минус e, там дальше какая-то строчка, мы определяем параметр e каким-то значением. Это нужно четко понимать, потому что когда вы пишете свое приложение и у вас есть требование сделать с какими-то параметрами или флагами, нужно понимать, что флаги никогда не могут принимать значения, параметры могут принимать значения, при этом у них могут быть дефолтные значения, и их можно изменить. Есть замечательный модуль под названием getOptLong, который позволяет очень хорошо в перле работать с флагами и параметрами. Вы определяете структуру данных, куда попадут все флаги и параметры, передаваемые при запуске вашего приложения, передаете все опции, которые могут быть переданы вашему приложению и куда их складировать. Соответственно, опции, которые могут быть, можно описать некоторыми шаблонами. То есть, если мы просто пишем параметр, это минус-минус парам или отсутствие, то есть это чистого вида параметр, который не может принимать значение. Если мы вот здесь в шаблончике напишем в конце с восклицательным знаком, то это либо парам, либо no парам, отсутствовать он не может. Если мы скажем равно s, это значит, что это у нас уже, вернее, вот это у нас ключи, флаги, вот это у нас уже пошли параметры, когда они должны быть в какой-то равной строке. Если мы двоеточие s, мы говорим, что у нас этот параметр может присутствовать. Если же он присутствует и не определен, значит он дефолтный. Если определен, значит он определен. Когда у нас равно i, мы ожидаем там целочисленный какой-то параметр. f, мы ожидаем какой-то не целочисленный параметр. Если же у нас двоеточие и равно, это значит, либо он может быть, либо он должен быть обязательно. Соответственно, getopt-long, рекомендую посмотреть в дальнейшем, он скорее всего вам понадобится, особенно когда мы будем писать hackathon, там будет много всяких приложений, которые надо будет запускать с параметрами. Поэтому лучше ознакомиться. Его использование выглядит примерно так. Так, это все очень просто. Мы определяем некоторый хэшик, куда мы хотим, чтобы все параметры были сложены. Говорим getoptions, имя этого хэшика, куда складывать параметры, и дальше все, что мы можем использовать. То есть у нас может быть help, может не быть, у нас может быть man, может быть verbose параметр. Соответственно, дальше как мы это проверяем? Мы просто смотрим, что если у нас в хэшике парам появился ключик help, это значит, что нам передали флаг help при запуске нашего приложения. Надо что-то выполнить. Если же нам передали man, то есть у нас появился ключик man в хэшике парам, это значит, что нам нужно опять-таки что-то выполнить, кто-то попросил расширенный man. Я тут привел пример с юзом модуля podusage. Podusage это замечательная вещь, когда вы можете писать документацию к вашему скрипту непосредственно в самом этом скрипте. Вам нигде не надо это записывать принтами или каким-то страшным форматом. Вы берете просто Perl документацию, это pod. За блоком end, это подобный блок, когда-то я рассказывал в модулях, также в PL-никах есть блок end. Дальше вы пишете pod разметку и говорите, как это использовать, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Podusage экспортирует два метода, вернее даже один метод он экспортирует, это pod to usage, который может принимать несколько параметров на вход. В одном параметре он просто вытащит head, то есть покажет вот эту штуку, когда мы вызываем с параметром более глубоким, он вытаскивает не только head, но еще и option и так далее. Поэтому, когда вы написали help, вам говорят, что запускать это можно с такими и такими параметрами. Что это значит, что эти параметры никто не знает. Если вы написали man, у вас просто выпадет вот эта вся штука в man-формате Vestedout. Вот связка этих двух модулей, она очень хорошая для написания стендалон-приложений на Perl. Если будете это делать, обязательно на них посмотрите. Упрощает работу в разы. И документацию. И напоследок есть замечательная еще вещь, как интерактив. Мы всегда можем проверить, запущено ли наше приложение в интерактивном режиме. Что значит интерактивный режим? Это режим, который еще общается с пользователем. Это значит, пользователь запустил, и от консоли он не оттачил свое приложение. То есть мы еще можем подождать, спросить у пользователя, что он хочет сделать в этом случае или в другом случае. Если же пользователь запустил и отправил процесс в бэкграунд куда-то, то есть у него уже нет stdin и stdout, значит он не в интерактивном режиме. А это значит, что если приложение не может принять решение, что нужно сделать в какой-то ситуации само, оно должно упасть. Соответственно, мы всегда можем дернуть метод из интерактив, из Perla, и понять, мы еще можем пообщаться с пользователем или уже не можем пообщаться с пользователем. Это тоже полезная вещь. Собственно, первая домашка — это написать Perl via нумератор, который я долго искал и думал, что же вам такое дать. Нумератор — это простейший слой, который должен при записи строки в файл писать ее порядковый номер. При чтении из файла он должен вырезать этот порядковый номер. Соответственно, если вы из Perla открыли какой-то файл, написали туда 10 строк, закрыли файл, потом любым редактором открыли, у вас должна быть единичка, первая строка — двоечка, вторая строка — троечка, третья строка и так далее. Когда вы этот же файл открыли из Perla при помощи этого слоя и пытаетесь из него что-то прочитать, вы в Perl должны получать только строки. Единички, двоечки, троечки должны безвозвратно вырезаться, и про них Perl знать не должен. Вторая задача — написать сетевой калькулятор. Так как калькулятор вы уже написали, и он у вас есть, вам калькулятор писать уже не надо, вы используете тот, который у вас написан. В этом задании нужно просто написать клиент-серверное приложение. То есть у вас должен быть клиент, должен быть сервер. Сервер должен обслуживать несколько клиентов параллельно, но не больше пяти. Клиенты должны ходить, скармливать туда строчки, которые нужно посчитать. Сервер должен уметь делать три типа операции. Это посчитать выражения, которые прислали, дать польскую нотацию в ответ, или проверить, валидно ли расставлены скобки. Сам протокол вам надо будет определить самим, какой захотите, такой и сделайте. Я тут попытался его описать, чтобы было понятно. Это должен быть заголовок и само сообщение. В заголовке должен быть размер самого сообщения и тип данных, которые должны выполниться на сервере. В обратную сторону мы точно так же отвечаем заголовком, в котором длина ответа плюс тип операции, которая была выполнена. Желательно тип операции сравнивать с тем типом, который мы отправили. Что если мы отправили и попросили проверить валидацию строк, это не значит, что мы должны получить польскую нотацию в ответ. Собственно, если есть вопросы по домашке, это и задавайте.